примление отделиться от территории империи, то это, тем более, было невозможно. В настоящий момент с мощью Сунфия он не имел возможности в одного противостоять всем мастерам империи. Перед тем, как его уровень сил достигнет полной свободы, все еще нужно было играть по людским правилам. Если действительно убить врага на фронте, то это будет отличная возможность повысить ранг королевства. Только повысив ранг королевства, будут условия получше. И только в этом случае Сунфий будет способен максимально развить все преимущества мира Диабло. Это одна из двух причин, почему он привел своих людей в империю Зенит. Вторая причина, конечно, состояла в том, чтобы посмотреть на атмосферу Азерата, расширить границы знаний, больше знать об этом мире. Более десятка человек Чимбарда, которых сопровождала Перис по дороге, шли свободно и беспрепятственно. Выйдя из столицы, они прошли через трехкилометровую зону, усеянную скрытыми и нескрытными постами, вскоре они очутились в лагерной зоне вассальных королевств. Обворожительная чародейка довела Сунфия и его людей до самого лагеря Чимбарда, и только после собралась распрощаться и уйти. По дороге ты в открытую и тайно пытался выяснить всю истину и получил немало информации. Александр, у меня тоже есть вопрос, который я хочу тебе задать. Почти дойдя до лагеря Чимбарда, Перис замедлила шаг и оказалась плечом к плечу с Сунфием, струя аромата ударила ему в нос, аромат чародейки был слишком приторный. Э? Спрашивай, кто тот таинственный маг в маске, который сражался сегодня ночью? Задала вопрос Перис на ухо Сунфию, Сунфий мгновение молчал, Перис прижалась к нему слишком близко, аромат бил в нос, ее волосы обдували ухо взволнованного Сунфия, на него нашло необыкновенно зудящее похотливое чувство, он сделал шаг вбок, затем с преспокойным видом ответил. Один из шести великих послов короля магический посланник темной ночи, его зовут Острый Угол, шесть великих послов короля, магический посланник темной ночи, Острый Угол, я вроде не слышала о таком имени и таком человеке, с натянутой улыбкой произнесла Перис, очевидно она не слишком в это верила. Почему я чувствовала, что этот человек, твое воплощение, Александр, Сунфий слабо улыбнулся. У меня, короля, есть шесть великих послов, их личности очень секретны, кроме магического посланника темной ночи, Острый Угол, есть еще пять человек, о которых ты потом постепенно узнаешь, ну ладно, пока что поверю тебе, ох, не дай бог, я узнаю, что ты мне наврал. Чародейка не получила ответа, который она хотела услышать, она была очень недовольна ответом Сунфия, сердито уставилась на него, но его кокетливый вид заставлял людей терять головы и еще больше с ним заигрывать, Сунфий рассмеялся и не стал ничего отвечать, подул ночной ледяной ветер резавший лицо, словно нож, стояли непроглядные сумерки, густой мрак накрыл всю землю, кроме редких звезд и факелов больше нельзя было рассмотреть свет, обстановка в один момент стала молчаливой, оба человека не разговаривали, через 10 минут, король Чимбарда, я ни в коем случае не надеюсь, что, встав на сторону его величества Домингеса, ты будешь противостоять старшей принцессе и старшему принцу, я лишь прошу, чтобы однажды, если его величество Домингес столкнется с какими-нибудь трудностями, то ты сможешь протянуть ему руку и спасти его, Парис не осталась в лагере Чимбарда, даже не зашла туда, вскоре белое платье вскружилось и поспешно ушло, перед уходом эта умная женщина оставила за собой последнее слово, в густом белом тумане, вдалеке, смутно можно было разглядеть красное пятно, это была красная роза, которую чародейка воткнула себе в волосы, еще не наступил рассвет после ночных убийств, как только дьявольская луна скрылась за темными тучами, заревел сильный ветер, который взвел вверх лежащий на земле снег, замерзшие куски льда с ревом закружились в воздухе, издавая странный гудящий звук, небывалая суровая зима нависла над землей, Сунфий отдернул толстую дверную занавеску центральной главной палатки и вошел, внутри было тепло, как весной, красивая девушка тихо сидела за каменным столом, на плечи она набросила черную меховую шубу, ее белоснежные руки высовывались из черных рукавов и упирались в красивые щечки, черные, как ворона, пышные волосы водопадом не спадали на стол, очевидно она с большим трудом ожидала возвращения Сунфия, а поскольку она утомилась, то незаметно для себя уснула, на самом деле Анжела не крепко спала, как только Сунфий зашел, она тут же проснулась и открыла глаза, Александр, ты наконец-то вернулся, ее чарующие, подобно созвездию, зрачки уставились на Сунфия, увидев, что Сунфий не получил никаких травм, она тут же радостно раздвинула боковую ширму, за ширмой стояла большая бочка, наполненная горячей водой с пеной, на стенках бочки были выгравированы несколько маленьких разогревающих магических кругов, вставив в них философские камни, можно было привести в действие маленькие магические круги с аспектом огня, чтобы разогреть воду, эту бочку Анжела специально купила для Сунфия на распродаже в фермопилах, и вот теперь она пригодилась, девушка перед наступлением ночи приготовила воду, постоянно поддерживая в ней температуру, она поставила бочку в боковую комнату главной палатки, ожидая, когда Сунфий вернется и примет ванну, глава 270, бессонная ночь это уже почти стало обычаем, каждый раз, после того, как Сунфий уходил сражаться, Анжела готовила для него горячую воду, чтобы он мог помыться, она ждала возвращения любимого человека, в этой пенящейся, горячей воде он мог смыть всю усталость, а что касается Сунфия, хотя ему уже давно не требовалось принимать горячую ванну, чтобы снять стресс, так как он мог в любое время воспользоваться зельем восстановления, чтобы восстановить свою жизненную силу, однако, может быть, Сунфию это только казалось, но каждый раз, когда он ложился в приготовленную Анжелой горячую воду, на него по-прежнему находило очень приятное чувство, он духовно и физически расслаблялся, каждая пора на его теле раскрывалась, он чувствовал уют, точно так же, как когда-то в детстве мама напевала ему колыбельную, кстати, Анжела, у меня есть один подарок для тебя, помывшись в горячей воде, Сунфий переоделся в свободный халат, в котором он выглядел еще более гордым и цветущим, он подошел к каменному столу и попробовал завтрак, приготовленный Анжелой, и вдруг кое-что вспомнил, улыбаясь, он достал из пространственного кольца одну вещь, это был бледно-синий кафтан из шкуры магического зверя, голубого песца, который носил командир кровавого меча, Сунфий достал бумагу и чернила, произведенные на его бумажной фабрике Чимбарда, немного поразмыслив, он быстро накинул в голове образец ослепительного платья с широкими рукавами, который носила богиня Лунку из сериала «Китайский паладин», затем, опираясь на свои навыки рисования, он без малейшей ошибки нарисовал на бумаге модель этого платья, вау, очень любопытное и красивое платье Анжела тихо наблюдала в стороне и только, когда Сунфий закончил рисунок, она не удержалась от восхищения, главное, что тебе нравится, эта одежда называется платье с широкими рукавами, о нем ходит много красивых легенд, Сунфий тихо поволок стоящую перед ним красавицу к себе в объятия и рассказал красивую любовную историю между принцем и принцессой, после этого он взял в руки халат из шкуры голубого песца, и с помощью своей грубой силы стер с халата оставшиеся остатки ауры командира наемного войска кровавого меча, затем зажестикулировал и сказал со смехом, этот мех сверкает, от него исходит бледно-синее свечение, он был снят с тела магического зверя, голубого песца 6 уровня, он не только способен защитить от магии льда уровня 4 звезд, но и также имеет бесподобный эффект утепления, я думаю, что ты создашь настоящее платье с широкими рукавами, суровая зима в столице вот-вот наступит, а иначе тебе не хватит сил выстоять этот мороз, Анжела имела тонкую фигуру, чтобы переделать этот кафтан в платье, шкуры хватало с избытком, что? Вы оба не знаете, о чем разговаривали Пэрис и его величество, хотя та пара общалась на протяжении всего пути, снаружи, возле королевской палаты белокурая Эмма как раз разыскала двух здоровяков, Драгбо и Пирса, и начала с ними вести беседу, целью которой было узнать, соблазнила ли очаровательная чародейка Пэрис Сунфия во время миссии в столице. Хотя разговор днем позволил Эмме поменять свое мнение о Пэрис в лучшую сторону, и она уже давно откинула всю внутреннюю злобу, однако, что касается интересов Анжелы, маленькая девочка всегда стояла на ее стороне, как младшая сестра. Перед тем, как отряд людей покинул лагерь, эта девица тайком приказала двум здоровякам хорошенько приглядывать за его величеством, и ни в коем случае не давать шанса такой чрезвычайно опасной любовнице, как Пэрис, контактировать с королем. Кто бы мог подумать, что Пирс и Драгбо так увлекутся побоищем, что абсолютно забудут о том, что велела им девчонка. Заметив недовольство девочки, здоровяки слегка испугались. Эмма, успокойся, ее величество Анжела очень ласково и порядочно, она, словно богиня, спустившаяся с небес, она не позволит такому сокровищу, чем Барда, как его величеству, влюбиться в ту чародейку. Да, 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 ты не видела, но рядом с чародейкой находился очень привлекательный красавчик с маленькой собачкой на руках. Я полагаю, что это ее молодой любовник, которого она содержит. Ей не нравится его величество. Два негодника нашли много поводов для оправдания и после долгих уговоров, наконец-то, убедили Эмму. Они избавились от этой надоедливой девчонки. Пол, но мне вот кажется, что судя по поведению той чародейки, ей как будто приглянулся его величество. Драгбо вернулся в палатку и, почесывая затылок, задумчиво спросил. Не только чародейка, но еще и старшая принцесса-то наша имеет неплохие виды на его величество. Хе-хе, говорят, перед тем, как уехать, он оставил маленький черный жетон в качестве символа помолвки. Пирс тоже был тем еще сплетником. А это и неудивительно. Наш Александр молод и красив, обладает несравненной силой. Кто сейчас в лагерной зоне и столице не знает о славе летящего кулака короля Чимбарда? Хе-хе, за таким мужчиной все женщины будут гоняться, не щадя своих сил. Строил из себя знатока в любви Пирс. В самое темное время перед рассветом. Группа темных туч надвигалась из далекого горного хребта Мала, плотно застилая собой звезды. Берега реки почти покрылись льдом, но в центре ее по-прежнему время от времени вздымалась белая пена. Река с ревом текла в сторону столицы. Прекрасная наемница Елена, облаченная в бесподобную магическую экипировку, сидела на берегу реки, обняв колени. Лук, который она никогда не выпускала из рук, лежал возле ее ног. Гладкий белоснежный подбородок спокойно упирался в колени. Ночной ветер колыхал длинные огненно-красные волосы. Зрачки, которые во время боя наполнялись убийственностью и решимостью, теперь были совершенно спокойны и с грустью смотрели на бурный поток, уходящий вдаль. Эта фигура напоминала задумчивую валькирию, которая отдыхала после боя. Ее уровень сил приблизился к шести звездам, поэтому она не чувствовала холода. Даже если бы мороз ударил в тысячу раз сильнее, она бы его не почувствовала. Среди слабого потока бурления магических частиц на ее теле смутно виднелось бледно-голубое сияние, ночью в беспросветной тьме это выглядело очень зачаровывающим, словно это была какая-то иллюзия. Вернувшись после сражения, она не чувствовала себя измотанной. Но если бы сейчас появился тот мужчина, который мог бы подставить свою широкую грудь, чтобы к ней прильнуть, она бы чувствовала себя в разы лучше. Но, несмотря ни на что, Елена знала, что в этой жизни и в этом мире она сражается только ради одного человека, и только ради него она натягивает лук. Это была бессонная ночь. Ах, жрец Борези в итоге передарил свои драгоценности Александру, в столичных хоромах старшей принцессы. На старшей принцессе-то наше было лишь тонкое платье из вуали, которое детально подчеркивало ее худую, но гибкую фигуру. Вокруг ее тела витала атмосфера возвышенности и мудрости. Полулежа на ароматной кровати, она вытянула свои белые, как яшма, ножки и слушала доклад прекрасной молодой девушки в фиолетовой одежде Цзэйян. Ее тонкие, длинные брови нахмурились, она задала риторический вопрос, как будто что-то не поняла. Так и есть, Ваше Величество. Жрец Борези перед своим уходом от лица избранника бога сэра Кака из святой церкви пригласил его встретиться с тем, Цзэйян во всех подробностях рассказала о произошедшем в тайном подземном зале. Святая церковь всегда оценивала себя очень высоко, никогда не оказывала чести другим. Этот избранник бога Кака, говорят, крупная фигура в главном управлении святой церкви. Нынешние путешествия по материку очень тайные и немногословные. Прибыв в Санкт-Петербург, он все время жил отшельником, ни с кем не контактируя. Наверное, даже сам бог не смог бы с Кака повидаться. Не думала, что он вдруг пригласит Александра, но все-таки, отчего вдруг? Хоть реальная мощь и скрытый потенциал Александра поразительны, но, кажется, он еще не дошел до того уровня, чтобы вероятный наследник Папы Святой Церкви, избранник бога, захотел снизойти и подружиться с ним. Да и к тому же есть еще что-то, чего мы не знаем. Старшая принцесса разговаривала сама с собой. Она сильно нахмурилась, свесила голову и упорно задумалась. От ее вида становилось жалко. Александра позорился, атаковав четвертого принца, а Домингес не остановил атаку, да еще и разрешил ему называть его Авкойхэм. Похоже, наш сумасшедший братец тоже смотрит по-новому на короля Чимборда. Вынуждена признать, что то, что сегодня вечером он натворил, намного превосходит упорность старшего брата Аршавина. Действительно непонятно, почему старший брат, который все время любил собирать вокруг себя талантливых героев, постоянно испытывает неприязнь к Александру. Чем больше старшая принцесса думала, тем больше они сбивались с толку. Но вскоре она сделала еще одно решение. Пусть завтра отряд людей отправит в лагерь Чимборда все наши драгоценности, полученные из главного управления наемного войска Кровавого меча, и сообщит, что сообщит, что я, та наша, преподношу все это моим хорошим сестрам Анжеле и Эмме. Будет исполнено, ваше величество, кивнула головой Цзэян. Старшая принцесса увидела это, вдруг счастливая улыбка озарила ее лицо. Все помещение залилось прекрасным весенним пейзажем, темно-синие зрачки источали очаровывающий взгляд. Цзэян, мне помнится, ты предложила мне казнить Александра, когда ты впервые увидела его, а сейчас, что ты думаешь об этом человеке, это сейчас я уже не смогу убить его, опустила голову Цзэян. Хе-хе, а если бы могла убить, ты бы сделала это, я король Чимборда не достоин смерти, кто бы мог подумать, что Цзэян считает, что он не достоин смерти. Старшая принцесса рассмеялась, на второй день. Как только рассвело, в славной лагерной зоне тотчас началась суматоха, множество императорских солдат ринулось туда и начало строго проводить обыск, огромное количество всадников со свистом, подстегивая лошадей, мчались из одного лагеря вассального королевства в другой. Даже люди из десяти крупных вассальных королевств первого ранга обязаны были, по требованию, оставаться в лагерях им не разрешалось их покидать, повсюду находились солдаты, проводившие проверку в лагерной зоне. Теперь, кроме солдат, отвечавших за общественный порядок в столице железного лагеря и четырех великих легионов, военные силы рыцарского ордена, хранившего молчание после недавнего поражения четырех великих святых рыцарей короля Чимборда, наконец-то, начали проводить более жесткую операцию по ликвидации подосланных убийц империи Спартак. Глава 271. Они все импульсивные. На лице Сунфия невольно появилась довольная улыбка. Молодая девушка в его объятиях обладала великой способностью успокаивать человеческое сознание. Неважно, каким опасностям и сражениям подвергался Сунфий, стоило ему лишь взглянуть на это спокойное и ласковое лицо, как все волнения и усталость мигом растворялись. Его душа, как будто, купалась в теплых лучах солнца. Посмотрев на нее, ты мог почувствовать все прелести этого мира и жизни. Сунфий незаметно положил голову красавицы на бархатную подушку, затем откинул фиолетовое одеяло с узорами роз и тихо встал с постели. Возможно, из-за того, что Анжела прошлой ночью бодрствовала, ожидая Сунфия, она, вся обессиленная, продолжала спать и не обратила внимания на шевеления Сунфия. Ее губы по-прежнему выражали чистую ангельскую улыбку. Она спала сладким сном. Это был первый раз, когда девушка так близко сблизилась со своим любимым. Хоть она и спала, но на ее некогда белых, как яшма, щеках светился румянец. Надев свободный халат, Сунфий распустил длинные волосы, подумал и призвал пару сапог с крупными цепями и подкладкой из теплого мягкого меха. Он отдернул дверную занавеску главной палатки и вышел наружу. Ночной предрассветный страшный ураган, со свистом резавший лицо, словно нож, и с ревом поднимавший снег с земли, неожиданно прекратился. Золотистый солнечный свет низвергался на землю, принося с собой ощущение уюта. Сунфий бродил по лагерю Чимбарда, с улыбкой приветствовал солдат, занятых тренировкой. Затем он прогулялся до берега реки, что находился с западной части лагеря. Засучив рукава, он умылся пронизывающей до костей ледяной водой реки, после чего почувствовал огромный заряд бодрости. Прибыли силы рыцарского ордена, кажется, они окончательно обезумели. Сунфий заметил на улицах за пределами лагеря множество всадников в черных доспехах и красных накидках, которые восседали на конях в черных латах, они с ревом носились туда-сюда. Сунфий призадумался, неуловимые подосланные убийцы из империи Спартак действительно за последнее время доставили империи немало хлопот. Но Сунфий знал, что появление убийц лишь вступление к сложному замыслу. Их появление вызвало уже давно накопившееся в империи противоречие. Один небольшой налет подосланных убийц породил так много событий. Эта реальность выявила еще больше информации. По крайней мере, Сунфий мог утверждать, что из недавних более 100 нападений подосланных убийц 60-70% из них делались лишь для того, чтобы показать, что они пришли подорвать устой своего политического противника. Например, в прошлый раз, когда на второго принца Домингеса напали за пределами императорского дворца, это вовсе не было в духе подосланных убийц из империи Спартак. И в нападении на старшую принцессу было много улик, свидетельствующих о том, что какие-то люди делали грязную работу. Борьба между двумя принцами стала такой ожесточенной, что не нужно говорить, как мелкая и крупная аристократия стала сокращаться. За этот промежуток времени в столице было убито более 100 уважаемых аристократов, большая часть которых умерла от рук политического противника. Правда переплелась ложью. Но из этих переплетений было очевидно, что вчера ночью Сунфий возглавил кровавую бойню над наемным войском Кровавого меча, однако, крики и рев скачущей, кавалерии ясно говорили о том, что некие влиятельные силы, знавшие всю правду, переложили всю вину на подосланных убийц из империи Спартак. Сейчас столица уже находилась в критическом состоянии из-за тяжелой болезни императора Ясена. Обстановка между группировками двух принцев Аршавина и Домингеса была нагнетающей. Некоторые тайные силы пользовались всеобщей суматохой ради получения собственной выгоды. Смута уже достигла своего апогея. Если не получится с одного раза хорошенько растасовать карты и добиться восстановления, возможно, в войне со Спартаком империя Зенит потерпит самые крупные за все ее время существования поражения. Мрак уже наступил в империи. Можно ли было ожидать просвет в этом мраке, никто не знал. Но это нисколько не мешало аристократам бороться за власть. Сунфий стоял на берегу реки, смотрел вдаль на горный хребет Мала. Чувствовалось беспокойство в душе. Сейчас он, то и дело, переосмысливал свои достижения за этот промежуток времени. Теперь судьба Чимборда зависела от одного Сунфия. От его решений зависели судьбы 23 420 жителей Чимборда. В это смутное время, да еще и на материке, где правит закон джунглей, королевство Чимборд казалось олененком, который только начал делать первые шаги. А империя Зенит была лишь небольшим оленьем стадом. Несмотря на могущественные силы, стоявшие за своей спиной, Сунфий должен был перед тем, как на него уставиться стая волков или львов, не теряя ни минуты, научить выживать в это суровое время такого маленького олененка, как королевство Чимборд. Открывайте ворота, это обыск. Донесся крик со стороны входа в лагерь, оборвав мысли Сунфия. Король нахмурился, повернул голову и увидел свирепый отряд всадников из рыцарского ордена, который остановился возле ворот в лагерь Чимборда. Они громко и высокомерно издавали приказы. Увидев, что святые воины Чимборда, охранявшие лагерь, смотрят на Сунфия, он махнул им рукой, давая понять, чтобы они пропустили. Дошел приказ из столицы обыскать каждое вассальное королевство, никто не мог ослушаться, Сунфий не желал стоять во главе ослушавшихся. Неизвестно, сколько пристальных глаз следило, чтобы найти хоть какой-нибудь промах людей Чимборда, потому что такое пустяковое дело, как сопротивление рыцарям ордена, было бы не очень мудрым ходом. Открылись ворота, более сорок рыцарей, словно черный поток, хлынули внутрь. Весь лагерь, тотчас огласился грохотом копыт. Непрерывно долетали звуки удара хлыстом. Хлысты в руках всадников непрерывно ударяли лошадей, направляясь в сторону каждой палатки. Все люди Чимборда, приказываю вам через десять секунд всем собраться в центре лагеря. Где король Чимборда Александр? Надо отчитаться о количестве людей Чимборда и быстро опознать каждого человека. Всадники носились на конях туда-сюда, вызывая суматоху в лагере. Они обвалили немало палаток. Лидер всадников, должно быть, являлся офицером, имел высокое и крепкое телосложение, походил на крупные мускулистые шимпанзе. Стандартные, черные рыцарские доспехи сидели на нем так, словно вот-вот разорвутся от его грубых мышц. Шлем его был откинут, он сидел на лошади, у него было свирепое лицо, его звериные глаза источали хищнический взгляд. Вместе с прибывшими людьми Лымборда в войске Чимборда располагалось 280 человек, под надзором всадников войска Чимборда начала собираться на пустыре, в центре лагеря. Всадники из рыцарского ордена, по сравнению с отвечавшими за общественный порядок в столице воинами и железным лагерем, а также воинами из четырех крупных легионов были намного злее. Наверное, потому, что Сунфей до этого победил четырех великих святых рыцарей в поединке на первой боевой арене, поэтому эти всадники источали нескрываемую неприязнь и были очень озлоблены. Сунфей без всяких эмоций встал в центр лагеря, он разрешил обыск, лишь бы его не трогали, а иначе ох, как в это время, уйдите, это королевская палата, принцесса переодевается, она скоро выйдет. Возле центральной главной палатки донесся рев драгбы, охраняющего вход в нее. Его рев, подобно грому, остановил двух инспектирующих рыцарей ордена, пытавшихся нагло ворваться в главную палатку, Анжела, и впрямь ужасно устала прошлой ночью, она до сих пор спала, бац, проваливай, какая еще принцесса, живо уступи дорогу, мы с проверкой. Один из рыцарей взмахнул кнутом, свист. Драгба поднял руку, легко поймал кончик кнута, вздернул запястьем, и рыцарь ордена, словно воздушный змей, у которого оторвалась веревка, отлетел в сторону. Разница между силами обоих была велика, смело, молча наблюдавший за этой сценой горелоподобный лидер всадников, напустил на себя радостный вид, и тотчас же громко заорал. Посмел устроить потасовку с рыцарем ордена, помешать розыску убийц из империи Спартак, живо схватить этого дерзкого мерзавца. Несколько уже давно приготовившихся рыцарей ордена немедленно извлекли острые мечи из-за пояса и стримглав понеслись. Драгба видел положение дел и решил нисколько не уступать, на его теле заискрилась энергия уровня четырех звезд, в ответ он вытащил длинный двухметровый топор, лезвие которого было размеров со створку двери, кончиком топора он нацелился на несшихся всадников и холодно усмехнулся, этот негодник ничего не боялся. В прошлый раз, когда Лэмпорт с людьми впервые добрались до лагерной зоны вассальных королевств, им преградили путь императорские солдаты, король Чимбардов пал в ярости невольно спросил, почему они не могли перебить этих дохлых солдат это придало Драгбе достаточной уверенности. Если король не возражал, а эти рыцари осмелились дать волю рукам, тогда он нисколько не хотел уступать, огромный топор здоровяка уже давно изголодался, и этих подлецов хорошенько встряхнет, увидев позицию, которую принял кровожадный грубиян, рыцари ордена почувствовали слабость в ногах, до этого момента их противник не только не испугался и не встал на колени, плача и жалобно прося пощады, но еще и оказался импульсивным, можно было наблюдать, как засияла энергия уровня четырех звезд и как он намеревался обезглавить людей своим огромным топором, поэтому рыцари оказались в безвыходном положении, они ясно видели, что тот негодник по-настоящему собирался исполнить свои намерения, как члены рыцарского ордена они уже давно слышали о вражде между десятью великими святыми рыцарями и королем Чимборда, за короткий промежуток времени пять из десяти великих святых рыцарей были полностью сокрушены королем Чимборда, пять святых рыцарей, а это тебе не семечки щелкать, это было просто уму непостижимо, рыцари ордена уже давно знали, что король Чимборда тот еще сорвиголова, но они никак не ожидали, что подчиненные короля тоже такие же безрассудные, как тут быть, рыцари обернулись и взглянули на своего лидера, гнев отразился на лице лидера рыцарей, злобный взгляд засиял в его звериных глазах, огромная жилистая рука крепко ухватилась за рыцарское копье возле его бедер, его гнев собирался вот-вот выйти наружу, но, когда он подумал о таком безумном волке, как короли Чимборда, а его прозвище Летящий Кулак, все это событие, с его точки зрения, показалось не очень убедительным, почти весь злобный вид тут же растворился, двести семьдесят один два восемь красивых девушек рыцарский орден империи с самого его основания был могущественен и имел блестящую репутацию, рыцари непосредственно подчинялись императору, им не только позволялось контролировать каждое движение и слово министров и аристократили, но они также имели власть в подчиненных империи двести пятьдесят вассальных королевствах от лица императора Есина могли совершать инспекции в королевствах, к тому же, в тюрьме рыцарского ордена разрешалось проводить допросы у аристократов, неизвестно, сколько было пролито крови и оставлено костей императорских аристократов в этой тюрьме, даже до сих пор любой рядовой солдат из рыцарского ордена мог держаться самоуверенно перед аристократией, это была почти неограниченная власть, спустя долгое время люди из рыцарского ордена стали надменными и заносчивыми, они вели дела без всяких опасений, более двадцать лет они никогда не встречали такого пренебрегающего властью рыцарского ордена правителя вассального королевства, как короля Чимборда. Если бы была возможность поменять прошлые рыцари ордена уже давно бы всякими способами заставили короля Чимборда пожалеть, что он появился на свет, но, несмотря на то, что ранг королевства Чимборд был низким, сам король Чимборда обладал ужасающей мощью, на боевой арене он без труда сразился одновременно с тремя великими святыми рыцарями, он вел дела необыкновенно заносчиво, а также, не знал, как получить поддержку двух принцев империи, и в то же время, к нему доброжелательно относились несколько господ из святой церкви, а отношение первого и главного великого святого рыцаря ордена Акинфеева к королю Чимборда было неопределенным. Доходило до того, что высокомерный рыцарский орден, впервые встретив человека, который был еще более развязным, чем он, не только никак не мог с справиться с точки зрения грубой силы, но еще и оказывался в безвыходном положении с точки зрения влияния. Лидер рыцарей со звериными глазами хотел прибегнуть к грубой силе, но стоило ему вспомнить о прозвище короля Чимборда «летящий кулак», как он тут же сдался. Он посмотрел на возвышавшегося, словно алмаз драгбу возле входа в центральную главную палатку, потом посмотрел на стоящего в центре лагеря Сунфея в свободном халате и сказал «король Чимборда, приказ об обыске пришел из самого императорского дворца, а вы ему препятствуете, неужели ты хочешь ослушаться приказа великого императора, желаешь изменить родине?» Сунфей холодно улыбнулся и даже не взглянул на него, такой жалкий человек был недостоин с ним вести диалог «ты». Лидер рыцарей со звериными глазами вот-вот собирался прийти в бешенство, атмосфера вмиг стала напряженной и угнетающей. Конечно, напряженной и угнетающей для людей других вассальных королевств, которые наблюдали издалека за ситуацией в лагере Чимборда. Все это время, почти каждый день все лагеря вассальных королевств подвергались крупным и мелким проверкам. Несмотря на то, что король Чимборда потрясающе показал себя и завоевал славу на боевой арене, королевство Чимборд как одно из 250 вассальных королевств все же не могло быть исключением. Но когда с проверкой в лагерь Чимборда прибыли рыцари, при этом, не проявляя никакого уважения и ведя себя беззаконно, как можно было посметь так невообразимо потревожить короля Чимборда, как сегодня это сделали рыцари ордена. В лагерной зоне вассальных королевств не было никого, кто бы не знал о вражде между королем Чимбордой и рыцарским орденом. А зная об этой вражде, люди, разумеется, с особым вниманием следили за сегодняшней инспекцией. Многие внимательные люди обнаружили, что они не ошиблись. Эти рыцари ордена прибыли из-за короля Чимборда. До этого, когда они принимали проверку, хоть рыцари и грубо себя вели, однако они не желали контактировать с такими дьяволами во плоти, как люди Чимборда. В итоге, они так и не проявили королю Чимборда свою зловещую репутацию. Более десяти лагерей вассальных королевств располагалось возле лагеря Чимборда. Их жильцы тихо следили через ограды своих лагерей за развитием событий. В лагере Чимборда, не получив никакого приказа от своего лидера, рыцари остались недовольны произволом короля Чимборда, но не смели оказывать какое-либо давление. Прошло 4-5 минут, толстая занавеска центральной главной палатки распахнулась, белокурая Эмма и принцесса Анжела медленно вышли наружу. На самом деле эту медлительность уже можно было считать быстрой. Тело Анжелы было слабым. Прошлой ночью она ждала благополучного возвращения Сунфия, поэтому почти всю ночь не спала, и только уже перед самым рассветом она заснула сладким сном в объятиях Сунфия, оттого она так крепко спала. К тому же, на подпорке и брезенте королевской палатки были выгравированы несколько различных, неодинаковых по размеру магических кругов. Некоторые имели эффект тревожного предупреждения, поэтому, когда рыцари с ревом, хлеща кнутом лошадей, устремились к палатке, девушка была внезапно разбужена, а юная Эмма помогла ей переодеться и выйти. Анжеле не хотелось из-за такого пустяка доставлять неприятности Сунфию. Как только она грациозно вышла из палатки, в глазах рыцарей ордена тут же появился блеск. Они только и ощутили, что находящаяся перед ними чистая, величественная девушка выглядела, как легендарная богиня, чья красота была ослепительна. Один за другим воины немедленно спрятали свои мечи назад в ножны, боясь, что перепугают эту женщину. Еще недавно злые и наглые всадники теперь опустили головы и не смели взглянуть, они лишь чувствовали, что совершили преступление, ведя себя так грубо некоторое время назад. На лице лидера рыцарей со звериными глазами тоже промелькнуло удивление. Он занимал не низкий статус в рыцарском ордене. Более, чем за 10 лет он повидал немало девушек из высшего сословия, которые считались красавицами столицы. Но, по сравнению с этой девушкой они были, как небо и земля. Никто из них никогда не создавал чувства головокружительной красоты, как эта девушка. Уже давно ходили слухи, что у короля Чимбарда Александра была божественная, небывалой красоты принцесса. А еще считалось, что это лишь раздутые слухи. Никто не ожидал, что это окажется даже лучше всех слухов. Анжела спокойно дошла до Сунфия и встала рядом с ним. Один человек был возвышенным от ослепительной красоты, а другой – величественным и с непостижимой силой. Когда они стояли вместе, все, кто это видел, без конца восхищались. Как будто звезды на небе и духи сего мира питали пристрастие к этой паре. Все самое лучшее собралось в этом мужчине и этой женщине. Снова прошло 3-4 минуты. Все, кто находился в лагере Чимбарда, собрались на пустыре в центре лагеря. Несколько всадников снова повсюду тщательно провели обыск, и только тогда кто-то шепнул несколько слов на ухо лидеру рыцарей. Он кивнул, его взгляд злобно пробежался по толпе. Он вытряхнул из-за пазухи огромную брошюру, затем, согласно именам в брошюре, начал проводить перекличку. Эта брошюра являлась именным списком, который подали люди войска Чимбарда-воинам, отвечавшим за общественный порядок в столице, как только прибыли. Не только одно королевство Чимбарда, но и остальные вассальные королевства должны были составить ведомость по людям и передать ее, чтобы в управляемой империи беспорядочной лагерной зоне не появилось вражеских шпионов. Почти каждый день могли прийти люди из железного лагеря или воины, отвечавшие за общественный порядок в столице, провести перекличку и свериться с количеством людей. Ты-ты-вы, восемь бледей, пиздуйте отсюда. После переклички восемь перепуганных девушек, чьи имена не прозвучали, стояли на прежнем месте и не знали, как поступить. Услышав рев лидера рыцарей со звериными глазами, они тут же испугались, что у них аж коленки подкосило. Они шли, еле передвигая ногами, тогда один из всадников подъехал и ударил самую последнюю девушку несколько раз хлыстом. На ее спине моментально появились несколько жутких кровавых следов. Ей было так больно, что она, со слезами на глазах, громко заплакала. Хрупкое тело почти ослабло. На лице лидера рыцарей отразилось ожидание. Сунфей нахмурился. Эти восемь девушек действительно не были из войска Чимбарда и не являлись жителями Чимбарда. Шесть девушек, одетые в белые фартуки-прислуги, изначально были подарком от наемного войска кровавого меча, которое передало его от лица рода Фула, чтобы угодить Сунфею. Этим несчастным девушкам было 16-17 лет, а это самый красивый и неловкий период в жизни женщины. Они расцветают, подобно раскрывающемуся бутону. Однако они были грубо похищены наемным войском кровавого меча и их преподнесли в качестве подарка. В тот день Сунфей смотрел на этих шесть девушек с жалостью. Он позволил Анжеле обустроить их, но после он потратил немного сил и времени и разузнал, что семьи девушек пострадали от бедствий, причиненных кровавым мечом, и бесследно пропали. Анжела видела, что шестерым девушкам негде обосноваться, поэтому разрешила им остаться в лагере Чимбарда. Все-таки, большинство людей из войска являлись дикими грубиянами, нельзя было полагаться на то, что они будут ухаживать за повседневной жизнью его величества, да и юная Эмма тоже была маленькой растяпой. Эти шесть девушек родились миловидными и искусными, как раз могли стать служанками Сунфия, которые заботились бы о его повседневной жизни. Другие две девушки в красных халатах и с еще более прекрасной внешностью были двумя военнопленными, которых спас вчерал импорт во время уничтожения главного управления наемного войска кровавого меча, убив одного из их полководцев земляного тигра. Обе девушки обладали незаурядным характером, в каждом своем движении они выдавали строгие аристократические манеры. Очевидно это были непростые женщины, однако, каким-то образом они попали в главное управление кровавого меча. После освобождения, вне зависимости от настороженности ко всем, они обе очень привязались к их спасителю Лампарду. Вдобавок эти две девушки, как оказалось, не умели говорить на национальном языке империи Зенит, не было возможности выяснить о их прошлом. Ничего не поделаешь. После того, как Лампард доложил о них Сунфию, он вывел их из столицы, и пока на время оставил в лагере Чимборда. Почему в именном списке нет ваших имен? Живо говорите свою личность. Лидер рыцарей взмахнул именным списком в руках, своим взглядом, подобно ножу, полоснул восемь девушек, все его тело рассверепело, оно походило на многолетний лед, и спускавший пронизывающий до костей морозный воздух. Вслед за ревом лидера окружающие всадники достали оружие и начали бить себя под доспехом. Весь лагерь тотчас заполнился звоном. Повсюду витала кровавая убийственная атмосфера. Эти всадники являлись хорошо обученными воинами, которым приходилось сражаться на поле боя. Они легко могли устроить кровавую обстановку. Дух смерти навис над хрупкими женщинами. Несколько несчастных прелестных девушек никогда не попадали в такую ситуацию. Они мгновенно перепугались на смерть. Изначально они еще могли что-то внятно сказать, но перепугавшись они сразу начали заикаться, даже не могли произнести собственных имен. Ох, бледный цвет лица, беспорядочный порядок слов. Видимо, это подосланные убийцы из империи Спартак. Приказываю заковать их в наручники. Всех забираем в тюрьму ордена. Там мы допросим их с помощью пыток. Предводитель рыцарей злобно смотрел. Он вовсе не перебивал объяснения запинающихся девочек. По нескольким фразам уже стала понятна судьба девушек, которые тряслись от страха, как осиновый лист. Тут же появился рыцарь с наручниками, который направился к этим очаровательным девушкам, чтобы их заковать. Эти наручники были неимоверно вредоносны. Как только их одевали, пробивалась насквозь ключица. Они специально были изготовлены, чтобы мучить мастеров. Считалось, что несгибаемые крепкие мужчины, одев их, тут же становились полуживыми. Что уж тут говорить о хрупких девушках. Глава 272. Смерть тому, кто пройдет через след от меча, не нет, нет, я не убийца. Господин, пощадите, пощадите, я даже меч не в состоянии поднять. Ааа, нет, нет, спасите. Мамочки, помогите. Услышав безжалостный приказ лидера рыцарей и увидев подошедшего всадника, с окровавленными зверскими наручниками. Шесть понимающих девушек насмерть перепугались и побледнели от страха. В глазах читалось отчаяние, они изо всех сил старались держать себя в руках, в империи не было никого, кто бы не знал о пытках в тюрьме рыцарского ордена. Ей пугали трехлетних детей, чтобы те не плакали. Остальные две девушки, которые не понимали национального языка империи зенит, заметив страшно перепугавшихся спутниц, стоявших рядом с ними и снова взглянув на ужасные наручники, тоже осознали, какая их ждет судьба. Выражение на двух милых личиках тут же изменилось от испуга. Девушки встали на колени, начали вовсю кланяться и просить прощения. Худые, тонкие женские тела походили на расцветающие цветки, которые сдувал ледяной ветер. Это вызывало жалость, но лидер рыцарей со звериными глазами даже и не взглянул на несчастных девушек, он самодовольно рассмеялся и сказал. Ох, даже на языке империи не умеют разговаривать, видимо, и впрямь убийца из империи Спартак, живо схватить их. Медлившие до этого рыцари больше не колебались, принесли наручники, которые тряслись и издавали брецающий звук. Рыцари замахнулись наручниками и уже собирались надеть их на несчастных, слабых девочек. Да как вы посмели, в самый последний момент ветром донесся хрупкий, но в то же время уверенный голос, только и видно было, как Анжела отошла от Сунфия. Всегда говорившая дружелюбным тоном, она неожиданно гневно прокричала и остановила дьявольских рыцарей. Затем она нагнулась и спокойно помогла встать восьми обезумевшим от страха несчастным прелестным девочкам. Словно богиня, оберегающая своих последователей, она защитила их своим нешироким, но неимоверно прочным женским телом. Взгляд будущей королевы был проникнут чистотой и справедливостью, а также гневом, из-за которого никто не осмеливался смотреть на нее. Рыцари, размахивавшие железными наручники, ни с того, ни с сего ощутили робость. Они уже не походили на тех людей, которые до этого могли препятствовать или избивать хлыстом. Сейчас они прекрасно знали, что столкнулись с хрупкой женщиной, которая не обладала никакой силой, и все же они не осмелились ее преследовать, ох! Здесь ведь не боевая арена, король Чимборда. В лагере найдены подосланные убийцы из империи Спартак, а это уже огромное преступление. Мало того, что ты не раскаиваешься в содеянном, за что великий император подвергнет тебя наказанию, так ты еще смеешь посылать людей, чтобы они помешали рыцарскому ордену исполнять законы. Неужели так жаждешь государственной измены? Лидер рыцарей считал, что он все уладит, у него был довольный вид, он бросил мимолетный взгляд на Сунфея и закричал, кто бы мог подумать, что Сунфея мельком на него не взглянет, его уголки рта растянулись в холодную, презрительную улыбку, он все это время нисколько не ставил во внимание рыцарский орден, ты. Лидер рыцарей был разгневан и в то же время напуган он ничего не мог поделать с королем Чимборда, как говорится, настоящий человек никогда не опростоволосится на глазах у всех, в настоящее время в столице не было никого, кто бы не знал, как без всяких стеснений ведет дела король Чимборда, что он являлся безумным волком, стоило его только разгневать, и он разорвет всех на кусочки, а что касается грубой силы, то более 50 рыцарей, все вместе взятые, были не в состоянии сопротивляться даже одному мизинцу летящего кулака, даже если сейчас каким-то образом разгневать безумного волка, что он начнет атаковать, а после всего этого рыцарский орден наложит на него различные запреты, еще не факт, что находившиеся здесь рыцари смогли уйти отсюда живыми, принцесса, ты понимаешь, что творишь, поскольку от короля Чимборда ничего нельзя было добиться, лидеру рыцарей оставалось лишь обратиться к Анжеле, но девушка была такой чистой и возвышенной, что на нее и взглянуть было нельзя, некоторое время даже жестокий лидер не смог угрожать и гневно упрекать, как он это недавно делал, он терпеливо сказал, покровительствуете убийцам из империи Спартак, его величество Есен сильно разгневается, все королевство Чимборд будет стерто с лица земли, они не убийцы, Анжела уверенно покачала головой, и больше не желала разговаривать, она потянула за собой напуганных, прелестных девочек и направилась к Сунфию, ты это, лидер рыцарей вот-вот собирался впасть в ярость, господин, здесь обнаружены кое-какие вещи, в это время несколько всадников, ответственно проводивших обыск в лагере Чимборда, вдруг громко закричали, обратив на себя внимание всех присутствующих, в этот самый момент было видно, как несколько всадников быстро подходили издалека, неся в руках некоторые вещи, они со звоном кинули вещи на землю, это оказались золото, серебро и драгоценности, а также доспехи и оружие наилучшего качества, зрачки Сунфия сузились, он вдруг ясно увидел происхождение этих вещей, это были ценности и вооружения, найденные вчера ночью в подземном зале, за скрытым проходом после того, как была уничтожена штаб-квартира наемного войска Кровавого меча, пусть даже прошлой ночью Чимборд получил большой урожай, и ему досталось немалое состояние Кровавого меча, однако, Сунфий мог точно утверждать, что драгоценности и вооружения, которые лежали в данный момент перед ним, были не с его доли, потому что все, что он вчера получил, находилось у него в пространственном кольце, и пока что он ничего оттуда еще не доставал, откуда взялись эти вещи в лагере Чимборда, господин, только что нашли эти вещи в одной из палаток лагеря Чимборда, судя по свидетельствам подчиненных эти вещи принадлежат четвертому крупному наемному войску, Кровавому мечу, громко предоставил доклад всадник, Хэм, прошлой ночью на наемное войско Кровавого меча напали наемные убийцы из империи Спартак, все войско было уничтожено, а их имущество полностью ликвидировано убийцами, откуда они здесь. Разговаривал сам с собой лидер рыцарей, чьи глаза сияли, он неожиданно поднял голову и громко сообщил, неужели королевство Чимборд имеет тайные связи с империей Спартак, король Чимборда у тебя есть что сказать, как эти вещи оказались в твоем лагере, его крик, смешавшись с колеблющейся на его теле энергией, был подобен раскату грома, он распространился на большое расстояние, люди из других вассальных королевств, находившиеся за пределами лагеря Чимборда, тоже отчетливо услышали эти слова, многие тут же поменялись в лице, имеет тайные связи с империей Спартак, это, в самом деле, непростительное преступление, за все время погибло более ста аристократов и важных министров империи от рук убийц, поэтому, стоило хоть немного быть причастным к этим преступлениям, это уже приравнивалось к грязи между ног, вроде не дерьмо, а все же дерьмо. Ты не только бы понес уголовок, ответственность, но и стал бы заклятым врагом многочисленной аристократии империи, даже если бы мощь короля Чимборда достигала небывалых высот, он бы все равно стал всеобщим врагом, в то же время донесся громоподобный топот конских копыт, огромное множество всадников рыцарского ордена появилось непонятно откуда и плотным кольцом окружила лагерь Чимборда, король Чимборда, я советую тебе не сопротивляться и сдаться, это дело находится еще под вопросом, нужно лишь, чтобы рыцарский орден провел расследование, взаимодействуя с тобой, может быть, ты вернешь себе честь. Увидев, что большое количество рыцарей ордена среагировало и появилось за пределами лагеря, лидер рыцарей тут же облегченно вздохнул. Взглянув на Сунфия, он с притворной улыбкой на лице сообщил, теперь Сунфий видел все, как на ладони, как так совпало, только обнаружили состояние кровавого меча, как тут же появилась толпа всадников рыцарского ордена и окружила лагерь, очевидно эти всадники уже давно приготовились, это была явная подстава с подбросом краденого, вчера ночью свершилась крупная кровавая расправа над наемным войском кровавого меча, после этого случая, для того, чтобы дать рациональное объяснение жителям столицы, влиятельные лица вылили всю грязь на убийц из неприятельского государства, Сунфий уже когда-то это предполагал, заранее знал, что так и будет, и был согласен с этим, и все же он не ожидал, что найдутся такие целеустремленные люди, которые используют незаметную для многих брешь, и уже на следующий день сразу организуют подставу для королевства Чимборд, что за человек устроил козни против него, холодный блеск промелькнул в глазах Сунфия, он не обратил внимания на выпады лидера рыцарей, под всеобщим пристальным вниманием он сделал несколько шагов вперед, своим молниеносным взглядом пробежался по лицу рыцаря, что обнаружил награбленное добро, опять посмотрел на лежавшие на земле драгоценности и вооружения, и спросил, говори, кто приказал тебе притащить эти вещи в лагерь Чимборда, рыцарь поменялся в лице, и вслед за этим быстро успокоился, усмехаясь, он сказал, я не понимаю, о чем ты, я нашел эти вещи в вашем лагере, бац, рыцарь не успел договорить, как Сунфий дал ему оплеуху, рыцарь закружился в воздухе и, отлетев метров на десять, упал, он потерял сознание, неизвестно, был ли он жив или мертв, смельчак, безобразие, король Чимборда бунтует, живо арестовать его, никто не думал, что в подобной ситуации король Чимборда посмеет дать волю рукам и нанесет вред человеку, после небольшого шока, лидер рыцарей сурово выкрикнул, тут же разразился рев за стенами лагеря Чимборда, всадники из рыцарского ордена, понукая своих коней, устремились в лагерь, бум, Сунфий взмахнул рукой, и поток величественной, непреодолимой силы вырвался наружу, пам-пам-пам-пам, самые первые несколько всадников, ворвавшихся в лагерь Чимборда, вместе с лошадьми разорвались на части и превратились в густой кровавый туман, от их останков не осталось и следа, неясный, но огромный, стометровый призрачный силуэт Татыма, медленно появился за спиной Сунфия, который, подобно богу войны, взирал сверху вниз, волна ужасающей силы разразилась из тела Сунфия и, словно бурлящие волны, то поднимаясь, то опускаясь, создавала в воздухе ураган, стоявшие вокруг всадники вдруг почувствовали, что они были не в состоянии твердо стоять, находившиеся снаружи лагеря всадники, тоже ощутили этот потрясающий поток мощи, в итоге, они прекратили нестись и больше не смели двигаться, Сунфий с холодной усмешкой окинул всех взглядом, внезапно поднял руку, из кончика пальцев был выпущен поток ярко-синей энергии, напоминавший острый меч, дзинь, огромный стеклянный меч прочертил черту, за воротами лагеря в один миг появился огромный след от меча длиной сто метров и глубиной полметра, кто посмеет пройти через эту черту умрет, Сунфий произнес одну фразу, окружающие взглянули на след от меча и почувствовали, что он, словно из ада, от него исходила смертоносная аура, поток холодного воздуха вырывался из следа, никто не смел повторно взглянуть на него, не было никого, кто бы считал, что король Чимбарда шутит, и не было никого, кто бы сомневался, посмеет ли король Чимбарда атаковать, только что несколько всадников превратились в кровавый туман, который еще не успел рассеяться в воздухе, ты ты огромный смельчак, король Чимбарда, ты, лидер рыцарей был напуган, и в то же время находился в ярости, его голос изменился, я очень храбр, но моя смелость ни в какую не идет с твоей, ох, не разбирайся в смертельно опасных вещах, в итоге, еще смеешь подставлять короля, на лице Сунфия отразилось пренебрежение, он тихо вздохнул, повернул голову в сторону Петра Чеха, Торриса, Олега, Здоровиков, Драгба и Пирса, отдал им приказ арестовать вторгнувшихся в лагерь людей, сначала переломайте каждому человеку по одной ноге, затем там же допросите под пыткой, узнайте, кто поручил им оклеветание, дать короля, сказав это, Сунфий молниеносно бросил взгляд на лидера рыцарей, а затем холодно добавил, кто посмеет сопротивляться, того убить на месте, глава 273, живое клеймо удара, а, не бейте, а, я не вынесу, не бейте, я все скажу, я скажу, услышав доносившиеся отрывками вопли из лагеря Чимбарда, люди, следившие издалека и вблизи за этой ситуацией, просто не могли поверить своим ушам, сейчас, как будто, собирались разверзнуться небеса, этот вольный безумный волк, король Чимбарда, в итоге схватил рыцарей ордена и жестоко их пытал, что же с этим миром произошло, 10 минут назад, рыцари ордена обнаружили в лагере Чимбарда драгоценности и оружие с доспехами, принадлежавшие наемному войску кровавого меча, который было уничтожено убийцами из империи Спартак, после чего удивительным образом появилось огромное количество всадников рыцарского ордена, которые собирались арестовать короля Чимбарда за измену родине и сговор с неприятелем, а также взять под контроль лагерь Чимбарда. Казалось, что люди Чимбарда потерпели неудачу, кто же знал, что в следующий миг ситуация круто изменится, король Чимбарда летящий кулак ни во что не ставил распущенных рыцарей ордена без всяких колебаний, в первую очередь, проявил громоподобную технику, летящему кулаку хватило два-три раза показать свою дерзкую мощь, чтобы привести в трепет триста-четыреста всадников, которые от страха не могли двинуться с места, он взмахнул пальцем и прочертил стеклянным энергетическим мечом черту, никто из более триста всадников не осмелился пересечь черту, они беспомощно наблюдали, как люди Чимбарда схватили и начали подвергать пыткам находившихся в лагере всадников ордена и лидера рыцарей со звериными глазами, поначалу еще находились те, кто смел сопротивляться, но после того, как огромная туша лысого толстяка со шрамом на лице одним ударом раздробила лидеру рыцарей руки и ноги, больше никто не смел оказывать сопротивление, а некоторые даже во избежание недопонимания людей Чимбарда выкинули, словно ошпаренные утюгом, свое оружие, обхватив голову руками, они не смели двигаться, фраза короля Чимбарда кто посмеет сопротивляться, того убить на месте настолько всех перепугала, что сломала последние остатки храбрости, потому что все знали, что люди Чимбарда на этот раз действовали серьезно, если решат убить тебя, то они это сделают, взяв под контроль ситуацию, король Чимбарда вместе с принцессой Анжелой забрали с собой не оправившихся от страха хрупких девушек, пошли в центральную главную палатку и больше не показывались, а лагерь Чимбарда вскоре превратился в место пыток, у каждого из 40-50 рыцарей были связаны одной веревкой шеи и заведенные за спину руки, хорошенько избив каждого их сразу же допрашивали, возглавлял допрос с пытками здоровый лысый толстяк со шрамом на лице, который до этого одним ударом превратил лидера рыцарей в полуживого трупа, очень скоро наблюдавшие из-под тяжка люди обнаружили, что этот подлый толстяк с вечно самодовольной ухмылкой являлся коварным демоном, пришедшим из преисподней, он полностью игнорировал авторитет рыцарей и ордена, вытворял невиданные наказания, его пытки были жестокие и бесчеловечны, нечего и говорить о рыцарях, которые многое повидали на свете, но сейчас они пришли в неимоверный ужас от которого тело костенело, даже те, кто обычно хвастался, что он крепкий орешек, в итоге дрожали, как осиновый лист, их бросало в холодный пот, они не смели на все это глазить, рыцари ордена всегда имели крепкие нервы, к тому же они посещали тюрьму ордена и повидали там немало жестоких пыток, эти парни, которые только недавно вели себя нагло и настойчиво, теперь же непроизвольно испражнялись от страха, измазанные в соплях, в перемешку со слезами, они рыдали и просили пощады, а лидер рыцарей не продержался и 4-5 минут перед страшным лысым толстяком со шрамом на лице, и вскоре рассказал все, что он знал, весь процесс с допроса и пыток проходил у всех на виду, а потому репутация рыцарского ордена была публично запятнана, и пусть даже все делалось в открытую, за пределами лагеря Чимбарда, среди более 300 рыцарей имелось несколько мощных мастеров, но и они не осмелились принять какие-либо меры, после того, как король Чимбарда изверг свою силу, за его спиной появилась огромная стометровая тень тотема бога войны, чей смутный отпечаток еще не исчез, кроме допрашивающего лысого толстяка со шрамом на лице, среди людей Чимбарда находились еще несколько мастеров, кто выпустил свою энергию, разноцветные энергетические сияния обволокли их тела, казалось, будто весь лагерь засиял ярким пламенем, ощутив колебания энергии нескольких мощных мастеров, все люди просто вдохнули холодный воздух, даже если король Чимбарда и не будет атаковать, то эти несколько человек за 10 минут сумеют стереть с лица земли более 300 хорошо обученных рыцарей ордена, которые находились за пределами лагеря, оказывается, реальная мощь людей Чимбарда уже достигла таких высот, многие понимающие люди просто закусили языки, но были те, кто тайно беспокоился за короля Чимбарда, это были люди из похожих вассальных королевств, они в глубине души стояли на стороне людей Чимбарда, ведь если эти люди снова будут своевольничать, они столкнутся с огромной государственной машиной, а могла ли подобная провокация величия рыцарского ордена сумасшедшими людьми закончиться чем-то хорошим? Очень много внимательных людей заметили, что 10 минут назад находившиеся за лагерем рыцари среагировали и послали нескольких человек, чтобы те во всю мочь мчались в столицу и просили помощи, остальные всадники кропотливо ожидали, как будут развиваться события, так или иначе, этот инцидент уже становился все беспокойней. Действительно, через 20 минут после пыток и допросов рыцарей ордена, прибыло, наконец, подкрепление из рыцарского ордена. Красный блик, подобно крови, окрасил небо красным, разрезал воздух со стороны столицы, проносясь резким свистом. В одно мгновение он оказался здесь, приземлившись возле лагеря Чимбарда. Красный блик рассеялся, появилось тело человека, облаченное в самые обычные стандартные доспехи рыцарского ордена, только его доспехи были полностью окрашены в кроваво-красный цвет, за ним тянулся, развиваясь по ветру в виде кровавой нити, алый плащ, выглядело так, будто он только что побывал в кровавом бою, этот человек был ни высоким, ни низким, ни толстым, ни худым, все его тело не имело никаких специфическим черт, но, где бы он ни стоял, всюду после него появлялось неописуемое угнетающее чувство, человек был грозным и внушительным, не проявляя при этом гнева и злости, именно от этого и зарождался страх в сердцах людей, визит нанес первый великий святой рыцарь, заметив этого человека, более 300 рыцарей преклонили колени и отдали приветствие, многие, наблюдавшие из лагерей различных вассальных королевств, по приветствию рыцарей поняли, что стоявший перед ними рыцарь самой заурядной внешностью оказался первым святым рыцарем из десяти великих святых рыцарей, божественный рыцарь, также этот рыцарь обладал самой большой силой среди десяти великих святых рыцарей, вот теперь намечалось интересное представление, противостояние между главой десяти великих святых рыцарей, божественным рыцарем и королем Чимбарда, летящим кулаком, кто же окажется лучше, рыцарь, которому подчинялись остальные девять великих святых рыцарей, и в чьем прозвище звучало слово божественный, очевидно, по силе достиг какого-то неопределенного уровня, все внимание окружающих было сконцентрировано на божественном рыцаре, в это время в лагере Чимбарда уже закончились допросы с пытками, 40-50 рыцарей вместе с их лидером, подвергшихся пыткам, были привязаны к деревянным столбам, изуродованные от побоев лица, лужи свежей крови, неимоверно убогий вид тел, больше не существовало тех прежних дьяволов во плоти, они походили на гадюк с выдернутыми ядовитыми зубами, на отвратительных волков без острых зубов, будучи обессиленными, они свесили головы, божественный рыцарь поднял глаза, взглянул на прискорбные тела рыцарей в лагере и нахмурился, он нисколько не разгневался, как это представляли остальные, он очень быстро опустил голову и внимательно посмотрел на след от меча, который король Чимбарда нарисовал перед своим лагерем, он немного оцепенел, его тело не двигалось, взгляд застыл, в итоге, он неподвижно посмотрел на след от меча больше 10 минут, словно впал в транс, из-под тяжка наблюдавшие люди не могли ничего понять, они не знали, почему глава десяти великих святых рыцарей божественный рыцарь не шел в лагерь спасать бедных рыцарей, и почему он оцепенело глядел на след, неужели величественный глава десяти великих святых рыцарей божественный рыцарь тоже опасался этого следа от меча, пока люди недоумевали, божественный рыцарь, наконец-то, зашагал в сторону следа, один шаг два шага три шага, четыре метра три метра два метра, божественный рыцарь дошел до следа и не продолжил дальше шагать, а лишь нахмурился и снова оцепенело стал смотреть, на след несколько минут. Если бы люди могли уловить его взгляд, они бы обязательно обнаружили, что его взгляд был наполнен замешательством и потрясением, как будто он столкнулся с чем-то невообразимым. Наконец он вытянул руку. Пальцы медленно приблизились к поверхности следа, как будто чего-то коснулись, как в это время все круто поменялось, бум. Ярко-синий энергетический меч внезапно был выпущен из находившегося в покое следа, устремился вверх, разрезав облака на невероятной скорости, а божественный рыцарь, как будто уже этого ожидал. Засияла красная энергия и заволокла собой его руку, которая в один миг прочно остановила удар стеклянного энергетического меча. Затем рыцарь быстро отдернул свою руку. Хрязь, кроваво-красные наручи на его руки раскололись, появилось несколько трещин, а затем они разорвались в клочья и упали на землю. У всех окружающих просто челюсть отвисла от увиденной сцены. Стеклянный энергетический меч был так внезапен, как будто под следом от меча незаметно спрятался король Чимборда, и это он выпустил смертоносный энергетический меч, такой внезапный, такой острый, такой ужасающий, такой неожиданный. Это этот энергетический меч, боже мой, только воины лунного ранга способны достичь таких высот, живое клеймо ударов в пространстве. Послышался изумленный шепот человека, который как будто увидел дьявола. Эта фраза была произнесена тихо, но несколько человек ее услышали, их сердца будто безжалостно придавил огромный пятитонный молот, придавил так, что у них голова пошла кругом, они находились в недоумении. Верно, это было живое клеймо удара в пространстве. Оказывается, выпущенный из пальца короля Чимборда стеклянный энергетический меч не только оставил перед лагерем Чимборда огромный след глубиной полметра, но и более того, с помощью невообразимой техники король неприметно оставил в неизменном виде клеймо своего энергетического меча в пространстве этого следа. Как только человек пересекал след, тут же срабатывал этот стеклянный энергетический меч, измельчая все на своем пути. Беспощадный прием. Глава 274. Ни в коем случае не стоит трогать живое клеймо удара в пространстве, таким приемом могли пользоваться лишь воины лунного ранга. Неужели мощь короля уже достигла лунного ранга от этого предположения? У многих людей сердце начало бешено колотиться, они чувствовали, как у них в горле пересохло, искры из глаз посыпались ему непостижимо. Если король Чимборда стал воином лунного ранга, то это факт огромной значимости, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать. Он мог иметь неизмеримое влияние на нынешнюю обстановку в империи Зенит. Для такой империи первого ранга, как Зенит, наличие воина лунного ранга означало иметь оружие стратегического назначения. Он имел отличную функцию запугивания. Один воин лунного ранга способен был резко увеличить мощь империи. К тому же тот факт, что воин лунного ранга не достиг и 19 лет, еще больше всех поражал. Кто знает, может этот воин с безграничным скрытым потенциалом в будущем освободиться от лунного ранга и станет небывалым мастером солнечного ранга. Если король Чимборда действительно достиг таких высот, то не говоря уж о империи Зените, другие 106 империй с более низким рангом с благоговением будут смотреть на могущество короля Чимборда. Божественный рыцарь молча стоял перед следом от меча, глубоко задумавшись он молчал, не двигаясь, закрыл глаза, будто в тишине ощущал существование чего-то невидимого. Постепенно красное, как кровь энергетическое сияние вокруг его тела начало разрастаться, становилось все насыщеннее и обильней. В итоге, красное сияние достигло высоты в 100 метров. Казалось, будто блестящий, кроваво-красный янтарь окутал тело божественного рыцаря вслед за ростом красного энергетического сияния. Аура бесконечного величия и ужаса начала, подобно волнам прибоя, распространяться во все стороны. Божественный рыцарь использовал свою энергию на максимум. Вся сила без единого остатка была использована. В итоге, он уже почти преодолел уровень шести звезд и достиг семи звезд в конечном счете. Когда божественный рыцарь достиг пика своих сил, он атаковал бум вслед за тем, как он встал на колени и безжалостно махнул кулаком, как будто собирался разорвать весь воздух. Красное, как кровь энергия превратилась в ослепительный алый луч света, который свирепо ударил в землю земля, словно паутина. С грохотом раскололось, на ней появилось множество щелей. Невидимая ударная волна незаметно под землей устремилась вперед, распространяясь в несколько слоев, словно эхо, и безжалостно ударилась о след со стеклянным энергетическим мечом. Бах, 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 бах. Вжих, 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 вжих. В одно мгновение раздался дикий грохот, повсюду мелькались сгустки энергии. Земля и небо содрогались. Только и видно было, как стеклянный энергетический меч стремительно был выпущен из того огромного следа от меча, с пронзительным свистом измельчая все на своем пути. И в то же время красная, как кровь энергия, словно подземная магма, выстрелила из трещин в земли. Вместе с ярко-синим энергетическим мечом они претерпевали различные метаморфозы, непрерывно стараясь друг друга поглотить в конечном счете. Ужасный стеклянный энергетический меч исчез непрерывно выплескивающийся из трещин в земли. Темно-красная энергия тоже, в итоге, постепенно исчезала. Пыль осела след от меча, который прежде прочертил король чембарда энергетическим мечом, был полностью уничтожен ударом Божественного Рыцаря, в который он вложил все свои силы. След от меча бесследно исчез, и живое клеймо удара, оставленное в следе, тоже наконец-то было стерто. Божественный Рыцарь медленно встал, не спеша поднял свою правую руку позади него. Более 300 рыцарей тоже встали и сели на лошадей. Раздался металлический звон стальных доспехов. Более 300 звуков наполнили кровавую убийственную атмосферу. Вновь они показывали свою мощь. Рыцари верхом на лошадях, подняв ногу, сняли длинные копья и зажали их в руках. Очень быстро они выстроились остроконечным конусом. Целая тьма копий одновременно нацелилась на лагерь чембарда и приготовилась атаковать. Но поднятая правая рука Божественного Рыцаря так и не опустилась. Она махнула назад. Всадники тут же обомлели. Этот жест вовсе не означал идти в атаку. Он означал отступление. Немедленное отступление. Рыцари ожидали, что Божественный Рыцарь поведет их за собой для кровавой расправы над чембардом, чтобы смыть позор своих обесчищенных товарищей. Но никто не предвидел, что Первый Великий Святой Рыцарь неожиданно отдаст подобный приказ. Даже прекрасно обученные элитные рыцари ордена, только после непродолжительного шока отреагировали. Более 300 всадников с отвращением развернули коней, вскинули хлысты, яростно зарычали. Этот черный поток рыцарей очень быстро исчез из лагерной зоны вассальных королевств. Наблюдавшие из лагерей других вассальных королевств внимательные люди не знали, в чем заключалась причина такого поступка Божественного Рыцаря. Неужели он почувствовал, что в одиночку он бы не справился с людьми чембарда или он решил сначала пойти на компромисс с королем чембардолетящим кулаком на рот только и заметил, как Божественный Рыцарь перешагнул через разрушенный след от меча и постепенно зашел в пределы лагеря чембарда. Он окинул взглядом Лампарда, Торриса и остальных. Дольше всего он задержал свой взгляд на огромном упитанном толстяке Олеге. Он, как будто старался запомнить лица всех окружающих и только потом без всякого интереса взглянул на привязанных к столбу рыцарей ордена. Вжих, 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 вжих! Божественный Рыцарь спокойно поднял руку, откуда стремительно вылетело более сорок мелких алых сгустков энергии, которые четко разрезали веревки на телах рыцарей. Господин, господин, приказывайте завидев приближающегося первого святого Божественного Рыцаря. Искалеченные рыцари, словно маленькие дети, потерявшие свой дом и нашедшие родителей, один за другим падали на землю и гневно ругались. Они встали на колени перед Божественным Рыцарем и стали сурово порицать жестокости беззакония людей Чимбарда, ожидая, что первый святой рыцарь отомстит врагу и смоет обиду. «Уходите все!» Нахмурившись, равнодушно произнес Божественный Рыцарь. «А, господин, король Чимбарда и его люди ни во что не ставят рыцарский орден, они, поспешно заговорил полуживой, как побитый пес, лидер рыцарей со звериными глазами, Божественный Рыцарь нахмурился и молниеносно прожег взглядом лидера рыцаря. Глубокий блеск, как будто собирался рассечь тому грудную клетку и посмотреть, какие мысли краятся в его сердце. Лидер рыцарей со звериными глазами тут же перестал что-либо говорить. При поддержке стоявших рядом двух слегка раненых рыцарей он обернулся и с ненавистью посмотрел на надзирателя Олега. Он не желал уходить Лэмпорт и остальные, очевидно, получили распоряжение от короля хранить молчание и не запрещать лидеру рыцарей и остальным уходить. Божественный рыцарь стоял на прежнем месте, на мгновение уставился на центральную королевскую палатку, в конечном счете, так и не сказал ни одного слова, развернулся и собирался уйти. Господин, подождите, внезапно заговорил Лэмпорт. Хэм? Божественный рыцарь вдруг обернулся. Ужасный поток страшной силы извергся из его тела. Подобно лютому волку, выбравшему свою жертву, рыцарь с суровым выражением лица посмотрел на Лэмпорда и с холодной усмешкой сказал, что такое, неужто король Чимборда желает и меня связать и пытать одной фразой? Он моментально выразил свое душевное состояние. Очевидно, он был крайне недоволен людьми Чимборда, но, по каким-то причинам, он специально подавлял свой гнев. Господин неправильно понял, Лэмпорт был спокоен, сделал несколько шагов вперед. Его величество Александр хочет, чтобы я кое-что передал господину. Сказав это, он махнул рукой, и негодник Драгба с серьезным видом подошел с подносом в руках, под лучами солнца. На подносе ярко сияло нечто кристальное, прозрачное и необыкновенно красивое шестигранной формы. Взгляд божественного рыцаря застыл он знал, что этот кристалл называется Кристалл Дивый. Это был драгоценный камень, обладавший одной специфической магической способностью. Используя особую магическую технику, можно было записать любую картину, или голоса из прошлого, и потом идеально воспроизвести. Из-за своей специфической функции, подобные кристаллы очень долгое время использовали при допросах для записи свидетельских показаний, чтобы потом преступники не могли отказаться от своих показаний. Он и не думал, что в маленьком вассальном королевстве шесть гуранга, оказывается, имелся подобный редкий магический кристалл. В этом кристалл Дивый было что-то записано, и он догадывался, что он махнул рукой. Раздался свист, кристалл вылетел из-под носа и упал в руки божественного рыцаря. В это время другой негодник Пирс с самодовольной улыбкой принес мешок с вещами и поставил перед божественным рыцарем. Это были драгоценности кровавого меча, которые нашел лидер рыцарей со своими людьми. Пирс громко произнес. Эти улики только что оставили те господа из рыцарского ордена. Его величество Александр попросил меня вручить их вам. Божественный рыцарь изменился в лице, но очень быстро взял себя в руки. Промелькнула белая полоса света и поместила все вещи в пространственное кольцо. Затем он повернул голову и посмотрел на умиротворенную вдалеке королевскую палатку, повернулся, превратился в блик и унесся по направлению к столице. Заметив, что божественный рыцарь ушел, Лэмпорт с остальными облегченно вздохнули. Этот первый святой рыцарь ордена оказывал огромное давление на него и его товарищей, словно огромная вершина горы, через которую невозможно перелезть, безжалостно давя она навалилась на спину. Появлялось некое ощущение удушения, это было давление от абсолютной мощи. Лэмпорт на тот момент достиг среднего уровня пяти звезд, поэтому для него это было еще более-менее терпимо. А два бездаря, Драгба и Пирс, были чуть послабее, они с трудом старались держаться прямо. Как только божественный рыцарь превратился в блик и исчез, они тут же схватились руками за коленки, чтобы устоять, они были, словно рыбы, выпрыгнувшие из воды и пытавшиеся вдохнуть воздух. Божественный рыцарь мог прибегнуть к давлению и поставить нескольких великих мастеров Чимборда на колени, к счастью, он этого не сделал. Всем разойтись, каждый занимается своим делом. Осторожно тренируйтесь, после его величества по власти в войсках Чимборда, Петр Чех махнул рукой, и настороженные городские полицейские и святые воины сразу же разошлись. Рассеялась угнетающая, напряженная атмосфера. Лагерь Чимборда снова вернулся, как и прежде, в хлопотливую, непринужденную обстановку. Наблюдавшие из-под тишка люди из лагерей различных вассальных королевств пришли в замешательство. Никто и подумать не мог, что разгоряченные рыцари ордена в итоге вот так вот закончат, а люди Чимборда не только не будут арестованы за измену родине и сговор с неприятелем, но и более 40 рыцарей будут избиты до полумертвого состояния и убегут. Затем, появившийся первый святой рыцарь ордена, также ничего не изменил. Неизвестно, о чем думал этот божественный рыцарь. Кроме уничтожения живого клейма удара в пространстве короля Чимборда, он даже не произнес никаких формальных вежливых фраз. На нем все события и закончились в этих событиях смутно проглядывало слишком много тайн, которые люди никак не могли понять. Однако, король Чимборда проявил свою ужасную силу, дважды удивив зрителей. Живое клеймо удара кулака это был невообразимый прием. После этого инцидента многие люди приравнивали короля Чимборда к воину лунного ранга. Он стал личностью, которую ни в коем случае не стоило трогать, а королевство Чимборда стало вассальным королевством, которое ни в коем случае не стоило трогать. Глава 275. Что это за место? В королевской палатке, Анжела и белокурая юная Эмма как раз успокаивали восемь дико перепуганных девочек. Жуткие кровавые следы на спине девушки, которые оставил один из рыцарей, уже полностью зажили, благодаря умению Сунфия благодать в режиме паладина. Кровавые следы на макушках голов нескольких девушек, образовавшиеся от того, что они кланились в землю, тоже бесследно исчезли, благодаря живительной силе паладина. В больших глазах тех двух очаровательных девушек, что не умели разговаривать на местном языке, по-прежнему читалась нескрываемая паника. Они выглядели несчастно, словно заблудившиеся птички, которые не нашли обратно путь домой. Но, пережив недавние события, они обе стали постепенно доверять Анжеле и Сунфию, больше не отстранялись от них, как раньше, делая лишь исключение для Фрэнка Лэмпорда. Пока что оставим их в лагере, они как раз составят тебе компанию, Анжела. Если вдруг будет нужна помощь по каким-то чисто женским делам, пусть они тебе помогут, Сунфий заметил, как жалко выглядели девушки, поэтому решил их приютить. Он сказал со смехом, дождемся возвращения в Чимборд. Если они захотят там остаться, тогда мы их там пропишем, и они станут жителями Чимборда. Чимбордская прописка – это был новый термин, а также нововведение. Чтобы удобно распоряжаться населением Чимборда, Сунфий выдвинул основной политический курс, против которого в прошлой жизни Сунфия очень многие возражали и подвергали критике. Этот курс позволил чиновникам из ведомства по учету населения Чимборда осуществить расширение. Это имело огромное значение в урегулировании населения королевства. Только те, у кого имелась прописка, считались настоящими жителями Чимборда. Анжела и Имма очень быстро управились с вопросом, где разместить несчастных очаровательных девушек. После этого Лэмпорт, Чех и другие основные лидеры войска Чимборда по распоряжению прибыли в королевскую палатку. Его величество передал все вещественные улики божественному рыцарю, пусть даже он и опровергнет все. Не будет ли рыцарский орден снова клеветать на нас? Усевшись на установленные для каждого места, Лэмпорт нахмурился и задал вопрос, который уже давно у многих таился в мыслях. Сегодняшний суровый урок для лживых рыцарей ордена действительно вызывал у всех удовлетворение. Последующий допрос также доказал, что так называемые вещественные улики являлись ценностями кровавого меча, которые рыцари ордена уже давно приготовили, чтобы подкинуть их в лагерь Чимборда во время инспекции, пока все находились в центре лагеря. Во время допроса Кристалл Дивой записывал все показания. Это служило главным доказательством того, что Чимборд невиновен. Но король передал все важные улики в руки божественного рыцаря, от чего мастера Чимборда недоумевали. В нынешней ситуации мы не можем разорвать отношения с рыцарским орденом. Сунфей покачал головой и сказал со смехом, поэтому оставлять улики было бы бесполезно. К тому же эти улики были получены, когда мы пытали рыцарей при допросе. Они могут просто заявить, что их вынудили к подаче показаний, и они желают отказаться от своих показаний. По факту, это очень легко сделать. Вы должны запомнить, что перед лицом реальной силы эти мелкие заговоры также смехотворны, как игры маленьких детишек в дочке матери. При сегодняшнем допросе более 40 рыцарей я тоже не думал, что нужно выяснять какую-либо правду. В душе мы друг друга поняли, и только это позволило всем все уяснить и выпустить пар, а также это станет напоминанием для всех злонамеренных людей, что бессмысленно пытаться пускать свои когти в королевство Чимборд. Выслушав уверенную и обоснованную речь своего короля, мастера Чимборда лишь почувствовали крепкую веру в самих себя. Много ли времени прошло с той поры, как имя Чимборд служило синонимом слов слабость и позор, говорило о притеснении одних другими. Но теперь, считавшие себя выше остальных вассальные королевства один Горанга и прочно обосновавшиеся в империи аристократы, столкнувшись с людьми Чимборда, не смели проявлять и капли неучтивости к ним. Это юный король привнес с собой невообразимо грандиозные, революционные изменения. Неужели его величество уже знает, кто втайне замышляет против нас козни? В глазах Петра Чеха появился блеск, не знаю, но проверить очень легко. Прошлой ночью только несколько влиятельных групп получили состояние наемного войска Кровавого Меча. Нужно лишь попросить Пэрис или старшую принцессу навести справки, куда делись эти ценности, и тогда уже негде будет прятаться тем манипулятором. Сказав это, Сунфий потер подбородок, покачал головой и продолжил. Но такого рода интриганские средства очень неумелы и не заслуживают беспокойства. Сейчас самое главное для вас, как можно быстрее поднять свой уровень сил. Как я и говорил, перед лицом абсолютной силы всем махинаторам будет некуда спрятаться. И в этом направлении, мне кажется, наш господин-надзиратель добился неплохих успехов. От этой фразы многие расхохотались, все поняли, о чем толковал его величество. Все помнили, как более 20 дней назад Олег допрашивал и пытал несколько человек из небольшого отряда Кровавого Меча на севере. Тогда он ничего полезного из них не смог получить, от чего все усомнились в его методах пыток, которыми он так всегда гордился. Но сегодня, при допросе рыцарей ордена Олег проявил свои методы невообразимым образом. Их нельзя было считать самыми жестокими, но они вполне считались самыми подходящими и самыми устрашающими. Ему лишь требовалось применить одну испыток, как твердые и непреклонные люди из рыцарского ордена один за другим давали показания и рассказывали все, что они знали. Стоило толстяку захотеть узнать, какого цвета носила нижнее белье мать лидера рыцарей, и тот бы живо рассказал. Как только король отметил его лицо под халима тут же засияло, он по привычке встал и начал льстить. Его величество мудр, его величество всему обучит. Как ни странно, но это была правда. Различные пытки, которые толстяк сегодня применял при допросе, это были пытки, о которых король рассказывал ему. На Сунфия время от времени находила вдохновение, и он вспоминал о пытках, которые видел в фильмах, или читал в книгах, слегка изменял их описание и рассказывал о них толстяку. В сегодняшних событиях, если я правильно понимаю, рыцарский орден не будет разбираться. Конечно, мы не должны расслабляться. С этого момента нужно принять все меры предосторожности в лагере. В случае, если что-то изменится, сразу же действовать согласно установленному ранее плану. Слушаемся, ваше величество. После того, как Лэмпорт с остальными ушли, Сунфий, сидя спокойно в главной палатке, заново все взвесил, убедился, что ничего не упустил, а затем записал все свои мысли и открытия в маленькую тетрадь, после чего он воспользовался божественным навыком. Призыв открыл портал и вошел в мир Диабла. «Эй, куда ты нас, в конце концов, ведешь?» спросила, не вытерпев жрица Акара. Три минуты назад Сунфий наспех явился в лагерь разбойников, оторвал ее и Кайна от работы, взял их и тайно повел в захолустное место в лагере разбойников. Затем он открыл портал, приглашая обоих войти внутрь. «Ага, мое время очень ценно. Ты разве не говорил, что пустая трата чужого времени — это то же самое, что охотиться за чужими деньгами? Я тебя информирую, что сегодня у меня было новое открытие, ха-ха, в прошлый раз ты просил меня объяснить секрет телепортирующей установки лагеря. Я уже разгадал более 100 из 365 чертежей магического круга. Я очень занят. Седобородый старец Каин тоже выражал нетерпение по отношению к таинственным действиям Сунфия. Войдете в этот портал и узнаете, что это отличное место. Сунфий привлек к себе внимание, помахал обоим людям, повернулся и первым вошел в портал. Выжи-жи-жи-жи, легкий звон, отдающий холодной вибрацией, когда проходишь через портал. В следующую секунду Сунфий появился в темной тусклой комнате. Желтоватые стены мерцали серебряным свечением. Черная массивная книга витала в воздухе. Впереди темные комнаты непоколебимо возвышались, подобно непреодолимому горному хребту, золотые останки скелета, который испускал поразительную ауру. Это была тайная комната, которую вчера ночью обнаружил Сунфий, открыв портал в глубокой яме с костями, в подземном зале под зданием штаб-квартиры Кровавого Меча. Сунфий уже разрушил магическое устройство портала в яме с костями, ведущего в эту тайную комнату. Но у него остались магические координаты комнаты. Божественный навык призыв улучшился и теперь позволял Сунфию, используя координаты, в любое время телепортироваться в тайную комнату. Таким образом, лишь один Сунфий мог теперь попасть в тайную комнату. Никто из посторонних людей никогда не обнаружит ее существование. Выжи-жи-жи-жи. Позади раздались несколько звуков. Силуэты жрицы Акары и седобородого старика Кайна прошли через голубой портал и оказались в тайной комнате. Владыка Небесный, что это за место? Я никогда здесь не бывала, но почему-то ощущаю знакомую ауру. Вечно сохранявшая хладнокровие, жрица Акара выкрикнула от изумления. Она оцепенела смотрела на желтоватые стены и дрейфующую в воздухе книгу «Мудрость дьявола». Ах, Владыка Небесный, это же это! Старик Каин сперва увидел возвышавшиеся в тусклой комнате золотые останки скелета. В глазах засиял блеск. Он намертво уставился на скелет, словно развратник, который десять тысяч лет не встречал женщин, и сейчас увидел голую богиню, он пустил слюни, если бы не исходившая от золотых останков скелета могущественная аура, которая оказывала огромное давление, кто знает, возможно, Кайну же бы устремился к этим останкам, чтобы их крепко обнять и попробовать на вкус. Живо говори, что это за место? В один голос спросили Сунфи и оба деятеля науки, с большим трудом угомонившись, вам хочется знать? Сунфи подробно рассказал жрице Акари и Седобородому старику Кайну историю, как он нашел эту тайную комнату. Ты же да ты, по сути, ничего нам и не рассказал. Очевидно, оба человека остались недовольны ответом Сунфи. Говоря по правде, я тоже не знаю, что это за место, но вполне очевидно, что здесь кроется слишком много тайн. Я надеюсь, что вы поможете мне раскрыть некоторые из них. Да и к тому же, я думаю, что эта книга под названием «Мудрость дьявола» определенно вас заинтересует. Сунфи пожал плечами и объяснил, зачем привел их сюда. Проще говоря, его величество привлек две бесплатные рабочие силы. Глава 276. Центр толпы. Это легендарные опечатывающие руны. Не думал, что вдруг увижу эти легендарные вещи. Старик Каин так волновался, что дергал свою седую бороду. Своими дрожащими и дряхлыми руками он потянулся к желтоватой стене, потрогал ее и рассказал Сунфию, что переливающийся серебряный блеск на стенах – это древние письмена. Это действительно были божественные руны, о которых ходили слухи. Они обладали невообразимой силой опечатывать пространство и создавать магический барьер. Вполне возможно, что эта тайная комната существовала в потоке бесконечной пустоты, благодаря переливающимся серебряным блеском руинам. Сунфий кивнул головой. Хотя он не был знаком с этой волшебной техникой, его прежние догадки оказались почти верны. Стены тайной комнаты мерцали желтоватым блеском. Комната с помощью мощной техники могла существовать в пространстве пустоты, она не являлась настоящей постройкой из камня и земли. Очень жаль, что техника прикрепления рун такая сокровенная, да и циркуляция рун неопределенная, невозможно выяснить цельное изображение. Старик Каин громко выражал сожаление насчет его беспомощности. Если не было возможности полностью снять копию рисунка рун и оставалось полагаться лишь на временные появления опечатывающих рун, то нельзя было выяснить основные принципы работы и тайны этих рун. Оставалось лишь медленно их изучать и расшифровывать. Если бы получилось овладеть такими сверхъестественными рунами, тогда с достаточным уровнем сил можно было бы, непосредственно в пустоте, создавать собственные пространства, вплоть до постройки замков и полисов без всяких проблем. Потому что и в мире Диабло, и в Азерате ходили слухи, что боги создали божественные пространства. К этому процессу были приложены огромные усилия и могущественные способности. Это настолько невообразимо, что по масштабам приравнивалось к сотворению мира. Эти сияющие серебряные руны можно со временем изучить, так или иначе эта тайная комната никуда не денется. Сунфей заметил беспокойство старика Кайна, который походил на ребенка, желающего получить грамоту отличника. Сунфею стало смешно. Он установил определенную точку призыва для жрицы Акары и старика Кайна. Таким образом, используя божественный навык призыв, они могли на определенное время находиться в тайной комнате и изучать ее. Точно так же, как они на определенное время могли попасть в подземный город героев, чтобы преподавать уроки в университете Чимбарда. Конечно, благодаря нынешним душевным силам Сунфея оба человека могли находиться в чужом мире 4 часа 30 минут. Пока что больше не было возможности увеличить временные показатели. Им обоим требовалось теперь самим правильно распределить время между нахождением в городе героев и тайной комнате с золотыми останками скелета. Взгляд жрицы Акары был постоянно сконцентрирован на зависшей в воздухе черной книге «Мудрость дьявола». Святые небеса – это просто невообразимая литература. Ее можно смело считать библиотекой древних книг по магии. Здесь так много информации, ей конца не видно, словно это безбрежный океан. В ней кроются немыслимые знания и техники «мудрость». Слово «мудрость» определенно вправе стоять в заглавии книги. Только почему она называется «Мудрость дьявола»? Мне кажется, подходящим названием была бы «Божественная мудрость». За короткий промежуток времени жрица уже успела прочитать различную информацию из самоперелистывающейся книги. Она вовсе не являлась, как Сунфи, недоучкой по древним письменам. Отлично разбиравшаяся в древних письменах мира Диабло, жрица уже давно освоила древнюю письменность Азерата. С одной стороны, причина такого прогресса состояла в причудливом хобби жрицы упорно изучать древние предметы. С другой стороны, между миром Диабло и Азератом существовала смутная связь. Не считая некоторых законов магии и боевых умений, в остальном все законы и принципы бытия были схожи. Даже древняя письменность обоих миров была схожа, поэтому жрица могла делать выводы по аналогии. Старик Каин, наконец-то, тоже перевел взгляд от желтоватых стен. Но старик ничуть не интересовался содержащейся в книге Мудрость Дьявола информацией о постройках, механизмах, создании доспехов, ковке оружия, горном деле, плавке металлов. Его профессиональное чутье подсказывало ему сконцентрировать все свое внимание на окружавшей в воздухе книгу Мудрость Дьявола несколько каменных светильников, соединенных каменными цепями. О боже, я опять вижу чудо! Худые старческие руки поглаживали шероховатую каменную цепь, его глаза не смели моргнуть, они уставились на руны на поверхности каменных светильников. Руны то появлялись, то исчезали. Все тело старика дрожало, он изумленно заорал. Аааа, это опечатывающие руны малого размера. Ах-ха-ха, оказывается, действительно существуют подобные руны. Слухи верны, слухи верны. Увидев, как непристойный старик стал полностью помешанным, Сунфей знал, что в таком состоянии было бессмысленно просить его более детально рассказать об этих предметах. Когда старик Каин входил в это безумное состояние, он говорил сбивчиво и несвязно. Кроме его трезвомыслящего большого мозга, напоминающего трудоголика, его коммуникативные способности в один миг могли деградировать до уровня эмбриона. Поразмыслив, Сунфей достал из пространственного кольца обнаруженные в главном управлении кровавого меча каменные ворота с выгравированными на них таинственными рунами, и несколько камней с таинственными рунами, взятыми со стены в подземной яме с костями. Он оставил их в тайной комнате, позволив старику Каину и жрице Акари их изучать, а сам развернулся и вошел в портал. А, бог мой это, ахахаха, в итоге и впрямь существуют подобные вещи. Заходя в портал, Сунфей услышал, как жрица и старик эти два безумных ученых изумленно закричали. Выйдя из портала, Сунфей поразмыслил и, находясь по-прежнему в режиме варвара, вместе с горячей наемницей Еленой отправился в третий акт мира Диабло Доки Куруста и начал убивать монстров ради повышения уровня. Ранее Сунфей в третий акте Доки Куруста завершил первое задание Золотая птица. Одной из наград этого задания являлось магическое зелье, на продолжительное время увеличивающее здоровье на плюс 20. Теперь варвар достигал 45 уровня Ассасин, 39 уровня Мак, 41 Паладин, 39 уровня Друид, 39 Некромант, 37 Амазонка, 40 уровня. Кроме варвара Ассасин, Мак, Паладин и Друид также полностью завершили все задания во втором акте Лут Галин. Остались лишь Некромант и Амазонка, которым нужно было убить самого последнего босса Дуриэля, после чего он пройдет второй акт всеми семью классами. Но сейчас Империя Зенит находилась в тяжелой ситуации. Царствовала ужасная смута. Более того, один за другим появлялись могущественные соперники. Сунфею срочно требовалось повысить свои способности или силу, поэтому он пока что поменял свою прежнюю тактику прокачки, больше не гнался за равномерным развитием семи классов и неопределенной наградой от прохождения семи классов. Он старался, как можно скорее, максимально прокачать уровень варвара, стремился уже, наконец-то, вырваться в ряды воинов лунного ранга. Более трех часов он выполнял второе задание Клинок Старой Религии из акта Доки Кураста. Варвар поднялся до 46 уровня. Мощь горячей наемницы Елены возрастала стремительными шагами, теперь она была 40 уровня, еще более уверенно переключалась между четырьмя типами магии. Лед, огонь, электричество, яды. Сражаясь вместе с Сунфеем, она еще лучше овладела ими. В кровавой расправе над монстрами напарникам стоило одного взгляда или движения, чтобы прочесть мысли друг друга. Они понимали друг друга сердцем и умом, будто это был один человек. Отношения между ними двумя тоже постепенно менялись. Хотя с того момента в подземной пещере, когда завязались между ними отношения, они не продвинулись ни на шаг. Однако Сунфей сейчас уже мог ясно ощутить, что прекрасная, как Валькирия разбойничий цветок больше не считала себя, как прежде, малозначимой слугой Сунфея. Он чувствовал, что заполучил горячее сердце Елены, которое обволакивало суровое, словно сверкающий айсберг, красивое женское тело. Отношения между ними двумя свободно развивались, они были как неразлей вода, как сердечная пара влюбленных. Во время отдыха от боев Сунфей мог незаметно ухватиться за слабую, хрупкую ручку Елены. Они вместе шагали по горам трупов демонов и монстров, хоть и не было нежностей среди цветов и под луной, но все же лучше так, чем ничего. Когда время развлечения и игр закончилось, оба покинули мир Диабло. Все идет своим чередом, ничего неожиданного не произошло, рыцари Ордена больше не появлялись. Как только Сунфей вернулся в лагерь Чимборда, самый близкий телохранитель короля Фернанда Торрис немедленно доложил его величеству обо всем, что случилось за прошедшие четыре часа. Почти все так, как и предполагал Сунфей, после утреннего события силы Ордена, кажется, медленно отступали. Не было никаких ответных действий, как многие опасались. Сунфей неторопливо сделал один круг вокруг лагеря. После того, как закончились императорские обыски, людям вассальных королевств снова разрешили выходить наружу в лагерную зону. В то же время был обнародован лагерь императора Ясена, что действия по розыску убийц временно прекращены, через два дня официально начнется соревнование по военному учению. Каждое королевство переключило все внимание на крупные соревнования. Сунфей отделился от своего личного телохранителя. Один пошел прогуляться по лагерной зоне и бессознательно дошел до лагеря Византии. Вдалеке он заметил, что в лагере маленького королевства, в котором не так давно почти не было и души, теперь неожиданно толпилась куча народа. Не прекращавшийся поток людей все пребывал и пребывал. Это были послы принцев вассальных королевств, которые спешили подружиться с юным королем Византии Константином. Все знали, что за его спиной стоит известный, не имеющий себе равных король Чимбарда. Он получает глубокое доверие и внимание короля Чимбарда, а значит он водит знакомство с сильнейшим воином. Эти люди опасались Сунфия, поэтому не смели появляться у него на пороге, зато они надеялись заключить с ним союз через короля Византии, так как это могло принести пользу на предстоящем соревновании. Сунфий вдалеке в лагере увидел воспрянувшего духом юного короля Византии. Он имел гордую осанку и словно благоухал, окруженный толпой, говорил уверенно и свободно. Он стал центром толпы и больше не был, как раньше, таким трусливым и нерешительным. Этот юный король уже постепенно ухватился за удобный случай создать собственный образ, на лице сияла улыбка. Но Сунфий не появился там, а развернулся и ушел. Более часа назад и до сих пор у Сунфия было странное чувство, что кто-то незаметно преследовал его, скрытно следил за каждым его действием. Но, несмотря на все свои методы, Сунфий так и не смог узнать, кто следил за ним. Глава 277. Не от мира сего силуэт варвар обладал неимоверно острым чутьем опасности и никогда не ошибался. Поэтому, хотя скрытно наблюдавший за ним человек не оставлял никаких следов, Сунфий все же мог точно утверждать, что за ним наблюдают. К тому же, сила наблюдавшего была очень могущественна. Благодаря силе варвара 46 уровня Сунфий в настоящий момент преодолел уровень 6 звезд и достиг начального уровня 7 звезд. К тому же, умения класса мира Диабла стали еще удивительней. Но Сунфий казался беззаботным, когда он гулял. На самом же деле, он несколько раз менял свое поведение, но его по-прежнему упорно преследовали. Неоднократно Сунфию казалось, что он уже избавился от преследования, но через небольшой промежуток времени снова появлялось смутное ощущение, что за ним подсматривают. Сунфий не считал, что это обман чувств. Было лишь одно объяснение – человек, следивший за ним, был слишком могущественен, намного сильнее, чем Сунфий, и превосходил все его ожидания. От этих мыслей Сунфий чувствовал себя поспешно убегающим муравьем, а преследовавший человек был словно бог, наблюдавший за ним сверху из облаков. Они оба являлись неравными соперниками, друг для друга. Неужели это был тот таинственный могучий воин, что не так давно пытался его убить в лагерной зоне? Подумав о том, что это вполне возможно, Сунфий в глубине души перепугался. В эти дни из-за оставленной древними предками лагеря разбойников фиолетовой книги способностей, его тело покрывало клеймо душевных сил, которые посеял тот могучий воин. К тому же, Сунфий обнаружил на месте боевых действий в горном хребте Мала, что этот могучий воин там, в сражении, получил травму. Он и не думал, что, но преследовавший человек, хоть и постоянно наблюдал за Сунфием, все же не намеревался атаковать его, и это немного успокаивало Сунфия. Он с преспокойным видом сделал круг вокруг лагерной зоны. Затем очень скрытно сообщил людям Чимбарда новости о том, что с ним приключилось. Вечером он не мог возвращаться. Чтобы избежать беспокойства Анжелы и остальных, он бродил лишь по лагерной зоне. Дождавшись, когда настанет ночь, он под покровом сумерек переключился в режим ассасина, превратился в дым и растворился в бескрайних сумерках. Сунфий решил не возвращаться в лагерь Чимбарда. Он беспокоился, что следивший за ним могучий воин мог поставить его в затруднительное положение. Когда такого масштаба силы сталкиваются друг с другом, они обязательно могут задеть рядом стоящих людей, особенно таких хрупких женщин, как Анжела и Эмма, которые не обладали никакой силой. Если волна хоть немного их заденет, для них это грозило смертельной опасностью. Поэтому он решил отправиться в горный хребет Мала. Тело Сунфия в режиме ассасина передвигалось быстро, как тусклый дым. Он обладал невообразимой скоростью. Очень скоро он достиг развалин горного хребта Мала, где сражались два могучих воина. Сунфий снова переключился в режим варвара и спокойно стоял на прежнем месте. На его теле скрывалось множество амулетов и тайных козырей, которые были способны сохранить ему жизнь. Сунфий был на все сто процентов уверен, что встретится с таинственным мастером, который в прошлый раз пытался его убить, и что в случае чего сможет успешно ускользнуть от него. Поэтому он решил прийти в безлюдный горный хребет, чтобы привлечь таинственного наблюдателя и разузнать реальную обстановку. По мере того, как непрерывно прокачивался варвар, Сунфий тоже касался более высоких границ состояния силы. Это было пока туманное представление. Сунфий надеялся, что если ему придется биться не на жизнь, а на смерть, максимально затрачивая свои силы, то он разгорячит свое состояние и раздвинет границы. Спокойно ожидая на одинокой горной вершине, Сунфий вдруг нахмурился, потому что он неожиданно перестал чувствовать, что за ним следят. Восприятие варвара не может ошибаться. Неужели и впрямь ускользнул от того человека? Сунфий прождал на том же месте полчаса. По-прежнему ничего не изменилось. Он мог заверить, что прежнее смутное чувство, что за ним следят, бесследно исчезло. В тот момент Сунфий слегка разочаровался. Он все еще надеялся, что тот сверхсильный убийца появится и сразится с ним на смерть. После усердной прокачки своей силы за эти дни Сунфий верил, что не будет полностью зависеть от обстоятельств, как это произошло в первый раз, да неважно. Поскольку наблюдатель исчез, нужно, не теряя ни секунды, продолжить повышать свой уровень сил. Тело Сунфия мелькнуло. Несколько вспышек замелькало перед огромной ямой, где произошло когда-то сражение. Вокруг по-прежнему находились и функционировали ужасные магические круги, которые установили могущественные императорские маги. Сунфий все также использовал свой оригинальный метод прохождения через магический круг. Он шагал по своему маршруту и в своем темпе, постепенно пересекая тот ледяной магический круг, не приводя в действие магические цепи. Пройдя через магический круг без малейшего вреда, он оказался перед огромной ямой, образовавшейся в результате битвы между двумя могучими воинами. Засверкали неопределенные мерцающие лучи энергии, словно в небе непрерывно взрывались фейерверки. Это было живое клеймо удара в пространстве. Оба могучих воинов сражались с полной силой. Их приемы и умения были просто невообразимо могущественны. И хотя это случилось не по их воле, но распространившаяся энергия по-прежнему оставляла свое клеймо в пространстве. Если вдруг пятизвездочный воин неосторожно натолкнется на такое энергетическое клеймо, то он приведет его в действие, и тут же превратится в кучу фарша. Уже прошло более 20 дней, энергетические клейма в пространстве уже немного ослабли. Эти мелькавшие в пространстве энергетические клейма дали Сунфию большой толчок в развитии и позволили ему обнаружить новые подходы к применению силы. Сегодня он с помощью стеклянного энергетического меча провел след перед входом в лагерь Чимборда. На самом деле он сымитировал здешние следы энергии после того, как прочувствовал их. Можно сказать, что он тупо скопировал все по шаблону. Это не было его аутентичное живое клеймо удара и не означало, что Сунфий реально находился в лунном ранге. После того, как Сунфий пересек магический круг, он прежде всего сел, поджав под себя ноги и, согласно описанным методам закалки душевных сил в фиолетовой книге способностей, начал восстанавливать и закалять свои душевные силы. Через полчаса он, не спеша, открыл глаза, сплюнул. Во время этого настойчивого самосовершенствования душевные силы Сунфия, наконец-то, достигли 300 пунктов. Это считалось совсем небольшим прорывом. Вслед за ростом душевных сил, возможно, было дольше оставаться в мире Диабло. Это означало, что Сунфий мог тратить больше времени на убийство монстров и прокачку уровней. Поэтому его мощь, естественно, возрастала все быстрее и быстрее. Удовлетворенно кивнув головой и закончив закалку душевных сил, Сунфий встал, приготовившись войти в потоки живых клейм удара в пространстве, оставленных двумя могучими воинами, чтобы закалить собственную силу. Но, когда он встал и мельком взглянул вперед, его глаза тут же округлились. Там оцепенело стоял, словно камень человек, оказывается, вдруг незаметно, неизвестно, когда появился силуэт в потоке живых клейм в пространстве. Это был худой силуэт, он вовсе не был высоким, но был очень незаурядным. Он стоял на прежнем месте, словно воткнутый в землю копью. Он находился спиной к Сунфию, поэтому тот не мог разглядеть лицо. Под безжизненным ярким светом зловещей луны можно было увидеть, что на нем был одет льняной халат, а за поясом находилась охапка бечевки. Длинные волосы водопадом не спадали на затылки до плеч и развивались от легкого дуновения ночного ветра. Смутно проглядывался силуэт, который был, словно не от мира сего. Что действительно поразило Сунфия, так это реальная мощь человека. Он даже не мог понять, насколько тот силен. Сунфий точно мог утверждать, что перед тем, как закрыть глаза и начать закалять душевные силы, в огромной яме не находилось ни одной души. Но где-то через полчаса этот человек неожиданно возник перед его взором, как-то незаметно и бесшумно пересек могущественные магические круги, охранявшие это место боевых действий. Затем прибыл в огромную яму. Расстояние между Сунфием и человеком было не более 10 метров. Человек как-то незаметно подобрался к нему на 10 метров, несмотря на силы Сунфия. Очень долго ничего не происходило. Да и мощные магические круги еще не сработали. Какого уровня достигала сила человека? Чем больше об этом думал Сунфий, тем больше изумлялся. Этот человек один стоял в потоке живых клейм ударов в пространстве. На его теле не было никаких колебаний силы, никакой ауры. Но те остатки энергии от двух могучих воинов, которые были способны измельчить воина пяти звезд, непрерывно взрывались рядом с ним и все же не представляли для него никакой угрозы. Даже его свободные халаты и длинные волосы не вздымались от малейших взрывов. Зрачки Сунфия сузились, потому что он заметил кое-что важное, энергетические клейма вблизи человека, как будто подвергались непреодолимой силе. Словно мороженое под лучами палящего солнца, они тут же растворялись и бесследно исчезали. Подул морозный зимний ветер, Сунфий быстро пришел в себя от испытанных потрясений, кто ты? Пока король задавал вопрос, он призвал два меча из магического комплекта варвара дитя Булкатаса. Хотя впереди стоящий человек и не изверг никакую силу, однако позволил Сунфию почувствовать угрозу. Эта угроза намного превосходила те представления от прошлого раза, когда он встретил таинственного могучего убийцу. Король Чимбарда донесся холодный, без всяких церемоний голос, верно, отлично, выдержишь мои десять атак, и я не убью тебя. Тот еще не закончил фразу, как Сунфий только успел заметить смутное движение рукавов силуэта. В одно мгновение разрушительная сила приняла облик десятиметрового зеленого меча, который человек будто вытащил из пустоты. Он постепенно появился перед ним. Небольшая пауза. Пронеслись свист и блеск. Быстро. Слишком быстро. Невообразимо быстро. Глава 278. Самое ожесточенное столкновение. Ну, пиздец. В критический момент его величества, по привычке, разразился нецензурной лексикой. Держа в руках крест на крест лезвия колосса и сказочный меч, он приготовился отбить атаку. С грохотом вырвалась сила варвара 46 уровня. Активировались добавочные эффекты от зеленого комплекта 7 уровня. В один миг появился огромный огненный крест, который должен был сдержать летевший навстречу огромный зеленый меч. Но поспешное приспособление к изменившейся ситуации ставило Сунфия отнюдь не в выгодное положение. Более того, сила противника полностью превосходила его. Свист. Исполинская сила, подобно неконтролируемой огромной волне, донеслась до обоих мечей, прорвала оборону Сунфия, начала засасывать его руки. В то же время огромный зеленый меч лишь слегка затормозил. В один миг рассеял преграждавший путь огненный крест. Затем стремительно полетел дальше, целясь прямо в лоб Сунфию. Острие меча было таким же острым, как игла. Оно еще не коснулось, а поток всасывающей силы уже прочертил на лбу Сунфия незначительную царапину, откуда стремительной струей хлынула кровь. Он выронил лезвие колосса и сказочный меч, которые исчезли в ночном небе. Но, к счастью, огненный крест немного задержал вражескую атаку, и он успел применить умение варвара прыжок. Замерцало тело, он подпрыгнул и уже наполовину оказался в воздухе. Как вдруг огромный десятиметровый зеленый меч, покрытый таинственными рунами, налетел с пронзительным свистом и стремительно полоснул по ступням Сунфия. От полученных ран на ногах Сунфий непосредственно свалился вниз. Огромный зеленый меч с неповторимой энергией прошел мимо Сунфия и вихрему стремился в сторону защитных магических кругов. Сунфий пронзительно заорал, энергия меча была неповторимой, он обладал неимоверно яростной мощью. Если бы он врезался в какой-нибудь магический круг, расположенный вокруг огромной ямы, он непременно бы взорвал магические частицы, порождая за собой цепочку взрывов. Тогда вся горная местность и лес в радиусе 10 километров полностью были бы уничтожены. Кто знал, что в следующий миг вспыхнет зеленое сияние, и огромный меч за секунду до столкновения с магическим кругом бесследно исчезнет? Невероятный контроль над силой, Сунфий упал на каменную глыбу, внутри него бурлил гнев. Такой поразительный и свободный контроль над энергией говорил, что худой силуэт перед ним обладал невообразимой мощью. Сунфий задавался вопросом, смог бы он ударить, вложив всю свою силу так, чтобы удар по мощи был соизмерим с огромным зеленым мечом с рунами. Но он не умел так искусно контролировать свою силу. Бац, подул ночной ветер, и шлем на голове Сунфия раскололся на куски, упав на землю. Этот шлем был оранжевой магической экипировкой 6 уровня из мира Диабла. Его прочность составляла 66, защита превышала 70. Это был высококачественный оранжевый магический шлем 6 уровня. Сунфий потратил 50 тысяч золотых монет на покупку шлема у НПЦ торговца Хротли в доках Кураста. Кто же знал, что потребуется одно сражение, и худой силуэт одним беззаботным взмахом руки разломает шлем на куски. Ужасно, ужаснее некуда. Свежая кровь медленно текла со лба, заграждая взор левому глазу Сунфия. Вторая атака-атака ножом. И снова донесся тот же холодный голос, только и видно было, как зеленые волны света, слой за слоем, возникали позади худого силуэта. Почти такая же атака, как и предыдущие. Огромный зеленый нож, который словно появлялся из бесконечной пустоты, дюйм за дюймом высовывался из зеленой световой волны. Десятиметровый клинок с рукоятью возник за спиной. Клинок этого энергетического ножа был покрыт странными, таинственными, непонятными рунами. Он застыл в воздухе, что позволило Сунфию отчетливо разглядеть структуру каждой части клинка ножа. Он наполнялся поразительной, несокрушимой силой. Вжих! Нож рассек воздух. Огромный зеленый нож рассек со свистом и с дрожью воздушное пространство. В один миг он превратился в смазанное светлое пятно, вырисовывая невообразимую траекторию по дуге. Это было так немыслимо, что уже невозможно было ухватить траекторию ножа. Ох, блять! Сунфий всерьез разозлился, раз ему захотелось выругаться. Еще одна таинственная смертельная атака. Атака ножом по сравнению с атакой мечом была еще более устрашающей. Чуть менее оживленная и спокойная, но намного свирепее и увереннее. Вряд ли варвар Сунфия был способен вынести этот удар. Небесно-морозный кулак. Сунфий молниеносно атаковал кулаком. Один за другим стали непрерывно вылетать стеклянные проекции кулака, которые изо всех сил старались попасть в свирепый нож. Бах, 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 бах! Ужасные остатки энергии переливались через край. Стеклянные проекции кулака непрерывно разбивались. Волны чистой энергии сотрясали сумеречное небо. Бесчисленное множество каменных глыб превращалось в порошок, который затем рассеивался по ветру. Огромный зеленый нож наконец-то показался. Огромное лезвие со свистом промелькнуло уже почти дойдя до макушки Сунфия, но затем постепенно остановилось. Оно собиралось пронзить голову. Ужасная мощь окутала Сунфия. Превосходство! Сунфия издал яростный рев. Уникальные стеклянные проекции кулака совместились, превратившись в огромную десятиметровую ладонь, на которой отчетливо проглядывались линии жизни. Вслед за ревом Сунфия стеклянная ладонь слегка сжалась. От пяти пальцев остался ярко-синий мираж, словно распустившийся из ниоткуда кристальный цветок лотоса. В следующий миг появился огромный кулак, который ударил в огромный нож, устремившийся расколоть его голову. Бум! В миг, когда столкнулись стеклянная проекция кулака и зеленый огромный нож, все вокруг вдруг замерло, все сущее застыло, остановилось время. В этот короткий миг казалось, что прошли десятки миллионов эпох. В следующее мгновение, подобно извержению вулкана, с грохотом взорвалась энергия. По всей огромной яме царил хаос. Беспорядочно переливавшиеся через край остатки зеленой и ярко-синей энергии даже заставили окружавшие яму более десяти мощных магических кругов выпустить разноцветные магические сияния, которые озарили собой беспросветное ночное небо. Это напоминало пришествие богов. Все же, Сунфий не успел насладиться этим прекрасным пейзажем. Огромная ответная сила вогнала его тело наполовину в землю, кровь брызнула изо рта, а над головой висел огромный зеленый нож, который уничтожил вдребезги стеклянную проекцию кулака, а сам не был полностью разбит. Хотя сияние стало мрачнее, и на огромном клинке из застывшей зеленой энергии, как на стальном инструменте, появились трещины, однако у Сунфия не оказалось подходящего момента на передышку. Он смело продолжал стоять, выжи-жи-жи. В критический момент тело Сунфия смутно затряслось, пропало в воздухе, бум, огромный зеленый нож ударился в землю, тут же оставил бездонный след от огромного ножа, накрыв все мрачной дымкой. В следующий миг Сунфий появился над макушкой худого силуэта. Он мгновенно переключился в режим мага, применил умение телепортации и телепортировался над макушкой врага. И в это время он снова переключился в режим варвара. У Сунфия не оставалось выбора. В нынешней ситуации из всех классов именно варвар обладал большей силой атаки и был предпочтительней. Обеими руками он вытащил из пространственного кольца двуручный меч, выкованный из останков демонов и элементов черного железа. Затем, по инерции падения вверх ногами и острием меча вниз, он упал на макушку худого силуэта, чтобы ее пронзить, превратил оборону в атаку. Вот каков был замысел Сунфия. Лучшая защита – это нападение. Если бы он, как и прежде, терпел побои от предыдущих двух атак, кто знает, смог бы он продержаться от двух атак противника. Оставалось только использовать умение телепортации мага, мгновенно нанеся активную атаку, смело идти в бой. Атака ладонью. Несмотря на весьма неожиданную контратаку Сунфия, худой силуэт остался неподвижен. Снова донесся тусклый холодный голос. Его силуэт все время не двигался. Вслед за его словами вспыхнул зеленый свет, и возникла огромная зеленая ладонь над его макушкой. Эта ладонь была немного похожа со вторым приемом небесно-морозного кулака «Превосходство», но выглядела более простой и гладкой. Не было видно линии жизни. Она только походила на человеческую ладонь. Несмотря на это, она легко сдержала острие меча Сунфия. Хрязь, хрязь. Зеленые ладони огромный черный меч одновременно раскололись, на них появились белые трещины. Сунфий вздрогнул в глубине души. Он впервые видел, чтобы оружие, выкованное из останков демонов, треснуло. При том, что оружие, выкованное из останков демонов, имело естественный контроль и преимущество над энергией. А огромная зеленая ладонь явно была сделана из застывшей энергии, и все же она треснула, но не разбилась, невозможно было ее пронзить. Очевидно, эта застывшая энергия дошла до невероятного состояния. Кто этот человек? Кто он? Да кто он? Мать его! Такой! Кричал в глубине души Сунфий, но он взял себя в руки и не стал медлить. Одно мерцание, и он пропал в воздухе. Теперь Сунфий перешел в режим ассасина. Опираясь на умения незаметности ассасина и царящие повсюду сумерки, он полностью исчез. Не было возможности уловить его следы. После продолжительной схватки человек, стоявший перед Сунфием, оказался не тем противником, которого в открытую можно было победить. Сунфий спрятался в сумерках, постоянно наблюдая за человеком и его аурой, пытался уловить слабые места, чтобы нанести один смертельный удар. Сунфий все время старался аккуратно менять свое местоположение, наблюдая за противником. Он, наконец-то, оказался перед худым силуэтом и увидел лик этого могущественного, не имеющего себе равных противника. Это было самое обычное лицо с мягкими выступами, тонкие губы, длинный прямой нос, глаза были закрыты, густые брови доходили до волос на висках, словно два острых длинных меча располагались над глазами. Смутно циркулировала могущественная и опасная аура. Сунфий никогда не встречал этого человека. Он также не ощущал никакой, исходившей от человека, ярости и злобы. Более того, можно было утверждать, что этот человек не являлся тем могучим мастером, который стремился его убить много дней назад в лагерной зоне. А что еще удивительней, Сунфий смутно ощущал, что циркулировавшая аура человека была очень знакома ему. Какое-то время он пытался, но не мог вспомнить, где встречал этого человека. Атака стрелами, пока Сунфий непрерывно искал слабые места противника, в четвертый раз раздался холодный голос, зеленая волна света обволокла все тело человека. В следующую секунду бесконечное множество стрел, созданных из застывшей зеленой энергии, появились из волны света и заволокли собой все небо. Сунфий изменился в лице, тотчас же понял, что уже невозможно было скрываться. Глава 279, непревзойденный воин в следующий миг плотный слой длинных стрел из застывшей зеленой энергии окушает.